Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите проект Дорогая, мы убиваем детей, семья Таратухиных. Да, ребята, новая семейка, новая интрига. Напоминаю, ребята, что чем больше лайков и комментариев, тем чаще и быстрее будут выходить выпуски, так что не жалейте. Ну что, ребята, поехали! Это сердце Украины, Киев. Будет все в столице происходить, Украина, в Киеве. У звучения многоповерховцы живет родина Таратухиных. Знакомьтесь, это мама Наталья, 26 лет. А это ее донька Таня, 11 лет. Ну, мама и дочь, окей. Дебильная ты, храктер твой, настроение твою дебильная, поняла меня? Дебильная. Ты смотри, я смотрю, давно не выгребала у меня. Что тебя трогает? Собака. Закрой свой рот, храк, изнутри, залепи свою дуло, Таня, чтобы я не слышала тебя. Это храк, храк. Щоденние войны уже давно норма для чьей родины. Да все меня в ней раздражает, само ее присутствие меня в ней раздражает. То, что она вообще вот тут ходит, дышит, шевелится. Я не хочу, чтобы она тут была в этот момент со мной. Отодвинься, говорю, тут воздуха нету. Что ты орал, она говорит тебе? Заткни, храк. Она может только сидеть и плакать, но при этом ничего не делать абсолютно. Зачем мне это дурацко читать? Я с тобой ничего делать не буду. Она у меня патологически ленивый человек. Делать, что хочешь, да, я не буду. Мне это неинтересно. Иди сюда. Нет. Сейчас я не буду его делать. Ей важно, чтобы все было по ее, так как она сказала, как она хочет. Ну хватит! Давай не вывешивай меня. Камень там, блин. Избегаются все соседи. Что ты делаешь? Что она у тебя орет постоянно? Да заткнись ты, пожалуйста, иди уже, мать, и ты гулять хотела. Тише. Мам, не надо, не надо! А я еще, блин, там долбануешь, там, знаешь, полотенце или бумажка там. А она орет так, как будто я ее ножом режу. Мне это еще больше бесит. И тогда мне хочется действительно больно сделать, знаешь, чтобы уже не орала по пустякам, блин. Да ты меня уже наела! Да что такое? Ты вообще краев не видишь. У тебя нет абсолютного уважения к людям. Я никого я по сердцу здесь ненавижу. Это что такое? Что ты там ничего не перепутала? Корола, жирная. Я больше всего люблю конфеты. У меня когда мама на меня кричит, я всегда их ем и успокаиваюсь. Да, ребят, ну семейка, я вижу, будет интересная. В том плане, что у нас мама такая истеричка, которая орет материться на ребенка. Ребенок видно, что заедает все эти истерики, тоже часто плачет, тем самым провоцируя мать. Но мать сама до этого довела. Но видно, что все-таки отношения в этой семейке очень тяжелые. Мужика в хате нету, есть только мама и дочь, и мать срывается на ребенке. Также есть момент, что она все-таки заедает какие-то свои стрессы, тем самым она становится больше. И мать, даже покупая все эти продукты, потом над ней издевается. Смотри, какая ты жирная. Это неправильно. Что, я не пойму, куда она у тебя лезет? Ты больная или что? Таня, ты скоро как бочка будешь ханить, 200-килограммовая. Ты хоть на шансы смотри, когда ты лупишь. Ну как это нет? Ты ешь, знаешь, спишь целый день. Мне багет нравится. Да тебе все нравится, лишь бы сегодня я была. С мамой из-за этого очень часто ссоримся. Такие ж каблуд, блин. Сейчас опять наедешься, потом зубы будет болеть. Я не знаю, когда я упустила этот... Да, в принципе, что упустила? Я его и не ловила этот момент. Я так, издалека мамой была. Вот что он сказал, что издалека была мама, это 100%. Потому что мамы она нормально особо, я вижу, не была. Но мать находит себе оправдание в том, что у нее такой ребенок, из-за того, что она родила еще в девятом классе. Я же была 13 лет, у меня любовь, и все, капец. В 15 я родила от него ребенка. У меня 9 классов я закончила, и все. А в 16 пошла торговать. Ну или я куда мне еще возьму? На рынок торговать. Вот так получилось, что матери пришлось работать, мужика в хате нету, ну и маленький ребенок занимался тем, чем хотел. И на вше у мамы была одна реакция. Вставай, давай, и умывайся, я тебе говорю. Я в привычке орать, орать, орать и драться. Вот то, что она знает, и все. Ничего сложного нету в том, чтобы быть мамой. Научиться просто этого. Откуда? Надо у кого-то же этому научиться. Где-то это взять, увидеть. Таня, если бы я вот так вот бабушке сказала, я не хочу, зачем меня заставлять. Ты не представляешь, что со мной было бы. Если бы ты ей так вот сказала, ты не представляешь, что с тобой было бы. И ходила бы ты как зебра, как я ходила. В июне месяце в колготах теплых. Потому что у меня ноги были черные. Знаешь, как скакалка по мне скакала. Здесь все понятно. Мама и сама не видела нормального отношения. Ее клепали, били, унижали. И она не знает, как по-другому. Поэтому она также воспитывает своих детей. А точнее, свою дочь. Поэтому яблоко от яблони всегда недалеко падает. В основном, как вели с ребенком, так и он в будущем будет вести со своими детьми. Все очень просто. Мама как, била меня постоянно. Я ее дочкой перестала быть там лет, наверное, 8. Мысли чужие. Ненавидите, ***, вы говорите. То же самое. В интернат иди. Ненавижу, ***, жить не хочу, ненавижу. Все, ***, у тебя круглая, ты хорошая. Ты ничего не перепутала, Даня? Маме не за что просто уважать. Если бы она себя, ну, если бы она не кричала на меня, не била, там, не угрожала мне. То есть сначала она ее как бы пригрозила, когда ребенок говорит, сама вот оплюсь, она сказала, ой, на дурочку. Ой, а ты что? То есть понимаете, что мама делала? Сначала угрожает, а потом, когда ребенок реально может об этом задуматься, так мама на дурочку косит. Мама начала угрожиться психика, начала характер меня связывания. Вся эта история багатороков отбывала еще в Краматорску. Живешь постоянно в ощущении страха животных. Донецкая область. Это было страшно очень. Она так срывалась, вы не видели, как она срывалась, орала? Это такой страх животный, крик такой невыносимый. Как я не знаю, как будто не ее голос. Когда она меня тянет за ней, мамочка. Пожали в ванну, пожалуйста, на час убил. У меня бывают такие приступы, что я ее ненавижу просто. Я не хочу ее. Я хочу, чтобы ее забрал кто-то, убрал от меня. Чтобы я ее вообще никогда не видела. Я и кричу об этом, что я тебя ненавижу. Зачем я тебя родила? Ну и я так думаю, что не такие отношения у нас были бы, какие они сложились в данный момент. А скоро они сойдут к никаким. И мы потеряем друг друга. Если я тебя, еще, хоть один звук услышу. Таня, я не знаю, что я с тобой сделаю. Я жертвую себя горчить. Я чувствую себя просто-напросто не знаю вообще ничейной. Что никому не нужна вообще, вообще. И на самом деле да. А кто вообще у ребенка есть, кроме матери? Никого. И мать, которая просто ее избивает и кричит. А это ребенок, это мама на воспитании. Она так воспитала, она это упустила. И за это теперь расплачивается ребенок. Так не должно быть. Никому. Да, ребята, семейка очень тяжелая. И надеюсь, что все-таки этой семье смогут помочь. Ребят, начинается все всегда с одного. Нужно пройти медицинское обследование, физическое состояние и психологическое состояние. И сейчас мы это проверим. Ну, рассказывайте, что в гастроборе. Поджелудочная железа периодически отбывает у нее. Панкреатит у нас был, ну, подозрение панкреатит. У меня железа болит. Как часто? Не знаю, после того, какие молоко попили, что-то не то съем. Ну, сосисок там полпачки на ночь. Что в основном любит вона ести? Сладкое. Сладкое. Ясное. Сладкое – это что? Цукерки, шоколадки, печеньки, шоколадки. Булки любит. Булки тоже. Ну, в общем-то, состояние здоровья ведет так себе. То есть у нее есть легкое ожирение. И когда она услышала эти все-таки показания, она отказалась дальше проходить медицинское обследование. Не буду кровь давать кровь. Я боюсь давать кровь. Положи руку. Ты сейчас через минуту поднимешься и выйдешь из кабинета. Положи руку. Тебе терпеть даже ничего не придется. Ну, не больно абсолютно. Ты что, издеваешься или что? Ложи уже руку, мы уже ушли давно отсюда. Прямо на ума увижу, умеет уговаривать. Сейчас я этики выведу и сразу успокою. Хочешь? Прибежишь сама сюда, я тебе говорю. Идись на стул. Я говорю, это не больно, ни капельки. Ты просто взял в чужое время. Не бейся, не бейся, сюда. Никто никуда не спешит. Пока ты не успокоишься, никто ничего не видит. Начало? Не хочу. Таня. В общем-то, маме так и не удалось уговорить дочку завершить обследование. Не, там выхитрить, выявить все-таки то, что ей хочется. Ну, как бы медицинское обследование, она полностью не прошла. Сейчас посмотрим ее физическое состояние. Привет, Таня. Здрасте. Как дела? Да, мама. Мне рассказали, ты очень любишь физкультуру? Не очень. Давай, сделаем разминку вначале. Сможешь? Подержаться на одной ноге, а другую захватить. Так. Да. Будем с тобой отжиматься. Я отжиматься вообще не умею. Раз. Все. Ну, Таня. Таня было очень тяжело делать самые простые упражнения. Но, если она будет заниматься каким-то любимым спортом, то это у нее обязательно получится. Ну, физическое состояние у нашего ребенка, вы понимаете, просто очень плохое. И сейчас посмотрим его психологическое состояние. У тебя есть какая-нибудь голубая мечта? Я мечтаю больше всего о собаке. А какая собака, ты знаешь? Кокер-спаниель. М-м-м. Скажи, а кто такая мама? Мама – это та, которая тебя вырастила, воспитала. Угу. Которая ухаживает за тобой. А твоя мама какая? Злая. Злая она чаще, чем добрая? В последнее время стала, да. А раньше она была добрее? Да. Потому что у нас в город обстреляли. А ты была в это время там? Да. Мы были там... У маминой подруги, у нее через квартал или через два квартала там разорвало чуть-чуть. И снаряд попал в школу. Прямо в школу? Да. У нас утром всегда там было спокойно, а ночью начинали стрелять. И ты ночью слышала, как стреляли? Да, мы с мамой в ванной тогда почти жили. В ванной жили? Да, там одна стенка вот такая вот, а там еще плюс две. Ну, можно соединить, так сказать, дом непробиваемый. Да, ребята, война – это страшная штука. Тане 11 лет, но она не дотягивает до своего возраста только по эмоциональному уровню. Ее потенциал отличный. У нее замечательная память. И если с ней заниматься, она могла бы быть не просто отличницей, она могла бы добиться очень многого в жизни. Так как все-таки семья пережила очень страшное событие, психолог решил поговорить еще и с мамой, понять ее психологическое состояние. Что было самое страшное для вас из того, что вы пережили в Краматорске во время военных действий? Ну, когда первый раз с тяжелой артиллерией по городу начали стрелять. Когда я шла от подруги, за маслом растительным к ней бегала, а Таню закрыла дома одну. И ключ, ну, дверь у нас бронирована, с двух сторон на ключ закрывалась, она никак не могла выйти из квартиры. И начали стрелять. А я буквально на 200 метрах от того места находилась, куда метили. Страшно было очень. Я бежала на ровных ногах, они мне не сгибались. И что-то вот пыталась спрятаться в какие-то кусты, деревья. Мне казалось, что мне эта травка спасет. У тебя прям такое впечатление, что вот-вот у тебя за спиной сейчас оно разорвется. И потом после этого такой прям, ну, такой противный звук. Прям звук смерти, его сейчас и называют. У нас по домам тогда двое погибло. Двое людей, женщина вообще на куски разорвала. Вообще, прям вот на части куски мяса были. И парня молодого прошила осколками на скотч. Ну, потом лужи крови. Это и запах этот ужасный запах. На том месте эти трупы были. На сегодняшний день проблема номер один, с которой нужно будет разбираться, это посттравматический синдром мамы. Таня говорит, вы спали в ванной. Да, прятались в ванной, спали там. Вы на полу в ванной или? Да, на полу в ванной. Стелили пледы, подушки с диванов. И потом уже я не могла вставать. Таня сама бегала. Куда? В ванную. У меня уже сил не было. Надоело уже бояться. У меня же даже были такие мысли, вот если не закончится война, я что-нибудь с собой сделаю, потому что я больше не могу. Я живу в состоянии постоянного страха. Постоянно я боюсь. Я постоянно боюсь. Ну, это ненормально. Вы хотели пополучить с собой? Я сходила с ума, да. Ну, а какая разница, если меня там где-то миной пришибут, разорвет на куски, или я сама это сделаю? Я не видела разницы. Зачем дальше бояться, если можно раньше это все прекратить? Безусловно, человек, который находится в депрессии, умение стрессоустойчивое. Ей, безусловно, нужна помощь, иначе она потеряет непросто отношение с ребенком. И рано или поздно она уйдет из этой жизни или от суицида, или от саморазрушительного поведения. Да, ребята, психологическое состояние, что у матери, что у дочери, очень тяжелое, потому что они жили просто в войне, внутри, где происходили военные действия. И я не могу до конца это все понять, потому что я не был в их шкуре, и я только могу представить, насколько это страшно. Поэтому давайте же все-таки посмотрим, что же скажет ведущий в студии, какие будут дальше действия. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Меня зовут Дмитрий. Очень приятно. Почему вы здесь? Зачем пришли? За помощью. Чем нужна помощь? Научиться отношениям с дочерью, научиться контролировать себя, свои эмоции, поступки свои. А скажите, почему вы не контролируете себя? В каких ситуациях это чаще всего происходит? Когда мы ссориться с ней начинаем. Если вы понимаете, что поступаете плохо, почему вы это делаете? Я не могу этого объяснить, я не знаю. Это какой-то такой порыв, прям срыв. Я потом только сижу и соображаю над этим. А вот вы как себя можете охарактеризовать как мать? Не знаю. Я даже не задумывалась об этом. Сколько вам лет? 26. Сколько лет вашей дочери? 11. Вы ребенка родили тогда... 15 лет мне было. 15 лет. Осталось 4 года. До 15. Готовы стать бабушкой? Не готова ее видеть, такой, как я. Это сломанная жизнь для нее. Вы любите свою дочь? Люблю. А ваша дочь об этом знает? Да. Вот наблюдая за тем, как вы общаетесь с дочерью, у меня складывается впечатление, что ваш ребенок вас раздражает постоянно. Мы никогда с ней столько времени не приводили вместе, сколько последние несколько месяцев. А давайте посмотрим, как вы обычно с ней общаетесь. Закрой рот! Ага, блин, блин. Скотобаза, блин. Тихо. Мам, не надо, не надо! Глядя, блядя! Ну, что я уже сразу вижу. То есть реакция у мамы, в общем-то, вроде бы адекватная. У нее нету дурацкой улыбки. Видно, что на лице есть немножко стыда. Как минимум. То есть нету, знаете, там вот этой улыбки, как было, помните, про Исаака семью. Где вот вылычка, там мама улыбается и тому подобное. То есть вроде бы, пока что мать понимает, что происходит. Она понимает, что ведет себя неправильно. Только спустя некоторое время. Посмотрим дальше. Смотри, а что ты перепутала? Здраво потеряла! Иди оттуда, блядя, стань! Я тебе что-то завершу. Это что такое? Я не пойму. Все, закрой рот. Я тебе сейчас по мордельнику дам. Дебильная ты, блядя, характер твой и настроение твое дебильное. Поняла меня, блядя? Дебильная. Ты смотри, я смотрю, давно не выгребала у меня, блядя. Да, ей стыдно. Это нормальная реакция. Залепи, залепи свою дуло, Таня, чтобы я не слышала тебя. С***, лапу. Ну, вы даже не смотрели. Давайте еще раз посмотрим. Не надо, достаточно. Она просто не умеет себя нормально вести. Она не умеет вести себя как мама с ребенком. Я думаю, что первое, что нужно ее научить, это вот именно обращение с ребенком. Я думаю, что сам проект и сама группа это все понимает. Зачем вам ребенок? Она мой ребенок, я люблю ее. Ну, это все слова. Потому что этой любви нет. Она существует исключительно в вашей голове. Да, нет демонстрации. Эта любовь не окружает вас, вашего ребенка. Вам не нравится то, что я говорю? Не нравится, конечно. Конечно, и вместо того, чтобы это осмыслить, попытаться в этом разобраться и что-то поменять, вы отстраняетесь от этого. Это то же самое, что вы делаете, общаясь с ребенком. Ведь вы же игнорируете собственную дочь. Вы избегаете общения с ней. Вы стараетесь заняться чем угодно, лишь бы не проводить время с дочерью. Меня так же растили. Мы никогда не разговаривали, не разбирались. О чем это говорится? То есть, как вели себя с ребенком, то в будущем, в основном, не всегда, говорю сразу, конечно, не всегда, но в основном так же он будет вести себя и со своими детьми. Ну, такой вот закономерный факт, и ничего с этим не сделаешь. Это мы, я прошу вас о помощи. К сожалению, вынуждены вас разочаровать. Я вам расскажу прописные истины. И дальше вам уже просто нужно будет делать. Я сейчас покажу вам, как будет выглядеть ваша дочь в 40, если ничего не изменится. И я очень хочу, чтобы вы это запомнили. Я боюсь. Это хорошо. Давайте посмотрим. Нет. Какая-то бабулька. Да, в 40-летнем бабулька валит. Это ваша дочь в 40. Не будет. Почему? Не будет. У вас же характер. Как я смогу? Нет, не будет. Я сделаю все. Все, что нужно. Ну, видно, что вроде бы искренней человек. Выключить. Я хочу, чтобы вы посмотрели. Я не хочу больше. У вас есть возможность все изменить. Это произойдет только в том случае, если вы не будете бежать от трудностей. Я не буду. Если вы не отступитесь, уверяю вас, у вашего ребенка будет другое будущее. Хотя на самом другом деле, что маме всего-навсего 26 лет. Она еще и сама как бы до конца еще не выросла, мне кажется, до возраста мамы, у которой уже есть 11-летняя дочь. 26 лет маме, у которой 11 уже лет дочери. То есть она еще была сама ребенком, когда у нее дочка появилась. Возможно, из-за этого есть какие-то еще проблемы. Готовы работать? Да. Тогда давайте пригласим вашу дочь и узнаем первое правило, которое помогут вам измениться. Здрасте. Привет. Меня зовут Дима. Меня Таня. Таня, как ты думаешь, почему ты здесь? Без понятия. Ты довольна своими отношениями с мамой? Не очень. Не очень. А что не так с ним? Мама очень часто ругается. А ты хорошо себя ведешь? Нет. Нет? Ну, маму не слушай, Стюм, еще что-то. Мы будем встречаться с тобой и твоей мамой один раз в неделю. Я буду вам говорить о правилах, которые нужно выполнять. Ты готова к этому? Да. И ты мне даешь слово, что будешь следовать правилам. Да. Договорились? Ну, посмотрим. Итак, правило первое. Девочка, на самом деле, большая. Криков. Да, я не могу сказать. Оно касается и тебя тоже, но в первую очередь адресовано твоей маме. Кричать, оскорблять, унижать запрещено. Таня, я хочу тебя попросить помочь в этом маме. Что мне заметно, ребята, мама очень часто видела дочери, какая она жирная, толстая, унижала ее. Ну, посмотрите сами на маму. Мама просто у нас эталон красоты. Правило второе. Рот на замок. Еда. Здоровое меню и занятия спортом. Ну, вот интересно будет. За нарушение этого правила вы будете наказаны. Наказание вы будете придумывать друг к другу. Отлично. Отлично. Правило третье. Жить дальше. Наталья, насколько мне известно, вас до сих пор пугают громкие звуки. Да. Очень важно разобраться с этой проблемой, поскольку она является серьезным препятствием на пути к счастливому будущему. Постараемся. Здесь вы найдете более подробную инструкцию о соблюдении этих правил. Спасибо. А я вас жду здесь через неделю. Всего доброго. Интересно, как они будут все выполнять. Фотография. Это она мне действительно снится будет. Мне это ужас. Это капец. Я не хочу, чтобы она такой была. Ну что, ребята, семейка вернулась домой. И мама все-таки в ужасе пытается как-то наладить свои отношения с дочерью. И они начинают планировать собственные дни. Режим дня. Во сколько у нас подъем будет? Что уже шутерятку успевали делать? В шесть. В шесть? А ты сможешь с тобой в шесть? Подъем в шесть ноль ноль. Завтра. Все в ноль ноль. Что за меню? Какое меню, Таня? Так. Наказание за крик. Пробег. Ну, нормально. Покричал, пошел, побегал. Ну, это не значит, что ты будешь тут опять наваривать нервы на кулак, а я буду молча ходить. Я знаю. Ну, смотри. Таблицу умножения выучишь наизусть. Я буду тебя слушать, мама. Они составляли меню, и наша мама Таня сразу же нарушила свое правило. А у них правило было какое? Здоровое меню питание. Завтрак овсянка даже не обсуждаю. Нет, я не буду есть. Сама есть свою овсянку. Я терпеть не могу. На завтрак бутерброд с чаем. Так какие бутерброды? Нет, забывай за бутербродом. Один бутерброд какой-нибудь. Бутерброд это когда-нибудь там дороги, когда перекусить. Нет, так с маслом, мы с этим, с чайком. Я ради масла с хлебом готова на все. Я даже готова на выродство. Либо хлеб с маслом. У меня нет комментариев. Ого, как ребенок бедный хлеб с маслом любит, ребят. Я раздавил, как люди что-то любят. Но хлеб с маслом, и она так говорит, такая прям готова его стырить. Это что-то с чем-то. Мы, наверное, и хлеб уберем. Нет. А что, блин, нет? Нет. Таня, что такое, я не пойму, что с тоном? Я смотрю, ты заигралась у меня слегка. Ну, дочь я поняла, что мама все забирает от нее. Думаю, окей, мама, я у тебя тоже кое-что заберу. Что ты делаешь? Курение будет забором. Ну, конечно. Разбежались уже. Мне это не нравится. Что тебе не нравится? Потому что когда ты начинаешь курить, на всю комнату воняет. Давай, короче, я пошла, блин. Все, успокойся. Запрещено, мама. Да, конечно, кем запрещено? Разговорилась. Ага. Отвалите от меня. А за курение мороженое штраф. За пачку сигарет и одно мороженое. И что, будет как бегемота находить, а у меня лёгкие сгорят нахер. Договорились. Да, ребята, правила они нарушают просто с космической скоростью. Только написали правильное питание, они уже жрут жареное. Вкусное? Угу. Кабачки нормально пошли. Нет, без майонеза всё-таки не вкусно. Без майонеза не так. Ещё надо майонеза добавить. Конечно. Он жирный. Он сочный, а не жирный. Я так понял, что девочки решили, наверное, привычки завтрашнего дня менять, да? Хотя я чувствую, что не факт. Окей, ребята, наступает новый день, и по графику у них в 6 часов утра подъём. Ты ответственная за зарядку. Не буду. Я с тобой буду вместе делать её. Ну что я? Ну как, ну что, ты ж не одна будешь, вместе со мной. Я в капочку с вами не правлю. Таня, зря тратишь время своё перед школой. 10 минут. Без завтрака пойдёшь в школу. Ну, пойдём, там буду холодной. Там же умру на ровном месте. Ой, да ты прям смотри, умру. У тебя тут запаса столько, блин, неделю можно гулять. Давай, вставай. Нет. Всё, я делаю без тебя зарядку. Ну и всё. Давай со мной. Нет. Ну, мама на самом деле пытается хоть как-то не кричать, показывать пример, но малую это особо не интересует. Её интересует хлеб с маслом, ребята. Какая зарядка? Вы что? Масло с хлебом, это вообще можно. Умереть из-за того, что это очень вкусно. Пипец. Ты что, Леонид, ковыряла? Ты бы уже всю пачку на хлеб положил. Нет. Масло не жирное. Масло вкусное, молочное. Сейчас у нас здоровый снег, да? Да, по малой видно, что оно не жирное масло. Да, это на самом деле, это мама запустила, это не кто-то запустил, а мама запустила так ребёнка. Окей, ребята, наши девочки пошли по разным местам, и наша дочка Таня пошла на своё выполнение задания. У тебя есть какая-нибудь голубая мечта? Собачка. Я мечтаю больше всего о собаке. Задание следующее. Она должна выбрать собаку, и они должны будут и проверить, сможет ли она вообще ухаживать за собакой, можно ли вообще доверить ей собаку. Я люблю собак. Да? Ой, Пузик, какой миленький. Сколько у вас красивых собачек. Хорошие такие. Ой, такие няшки. Снимай, ням-ня-ня. Какой орёте. Нравится? Угу. Я бы хотела бы собачек. Она очень любит собак, по ней видно сразу. Она хотела попробовать, как оно с животными занимается. Собака. Наглый. Она же так кажется со стороны, так всё легко, так всё круто. Ты сама пойдёшь гулять с собачками, которые ещё не выгулены. Это проще простого сделать. Я выгуляю любое время, когда надо будет. Я с ней буду играть. Я двух собак буду выгуливать. Чего ты сомневаешься? Троих. У меня всего лишь две руки. Один человек может и десятерых выгуливать собак. Ух ты. Когда собачка ходит в туалет, мы убираем за ней. Вот специальные есть пакетики. Как это какульки убирать? Я же думал, что собака будет сама гулять. Хотя я уверен, что процентов 90 такое животное. Кто там какульки убирает, ребят? Насралы и втихаря убежали, да? Собачек? Ну, некоторые убирают. Держи, держи, держи крепко. Сидеть. Гуляй. Мы тебя ждём. Может, одну собачку мне дадите? Как оба стены упертые. Ай! Заберите хоть одну собаку! Я не могу с ними их позволивать. Ты с ними не справляешься. Они бегают в разные стороны, упертые, как кабаны. Значит, ты не будешь. Ты отказываешься гулять с собаками. Я не буду с ними. Если ребёнку объяснить спокойно, адекватно, то ребёнок уже не так будет капризничать, больше понимать. Всего за день выгуливается 60 собак. С собакой нужно гулять минимум 30 минут. Можно по одной их выгуливать? Ну, давай по одной, значит. Сами пошёй гулять. Ну, может, всё-таки с одной собачкой нашей Танюши получится получше. Проверим. Нельзя. 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 Сейчас, наверное, накакает. Да, ребята. Я почувствовала ответственность за собакой. Тот, кто не убирает, сразу скажет. Здесь свиньи. Почти все. Я не буду какой-то свиньёй. Сейчас домой пойдём, собака. В общем-то, она убрала какули собаки. Но на этом хорошее отношение к собакам, ребята, у неё закончились. Пошли гулять. Гулять. Рядом. Рядом. Нельс. Так, не подри мне мозги. Нельс! Рядом! Я говорю одно, она сделает другое. Вообще не слушается. Ты что, отказываешься вообще меня слушать? Точно так же, что я с мамой. Мама на меня рядом, а я её не слушаю. Баран упертый, пошли! Она не даже раздражала, она меня раздраконила. Тогда мне её так хотелось взять ремнём и отлупить. С этими собаками сама можно, сказать, или суицид получить. Ну, видно, что ребёнок не привык сам работать, как бы, влаживать свои силы. Она не справилась, ну и фиг с ним. Я с ними больше не хочу работать. Ну, ты понимаешь, как теперь сложно с собачками? С ними невыносимо вообще. Уже собаке не нужно. Ты взрослый человек, и ты должна понимать, что нужно быть более ответственной. Ну, ты подумай, прежде чем заводить своё животное. Будет очень жалко собаку, если она попадёт к Тане. Му-му-му! Ну, в общем-то, ребёнок провалил задание. Наша мама идёт на групповую терапию. Впоротыся за страхами житы дали. Ей допоможит коуч Эзюри. Общество каких-то анонимных переселенцев, блин. Вы можете поделиться своими чувствами, которые испытали во время военных действий? Такая неприятная для меня тема. Потому что эмоции, потому что я не хочу их чувствовать. Трах опять. Находясь там, чувство незащищённости. Никто и ничто тебя не может укрыть. От этих звуков, от этих раскатов канонат. Какая тебе ночь предстоит спокойная? Насколько это спокойно? И что будет дальше? Наташа, у тебя были подобные чувства? Чувства незащищённости? То, что тебя ничего не спасло? Естественно. Безысходность. Отчаяние такое. Мне не хочется на эту тему разговаривать. Я не хочу, чтобы меня расковыривали изнутри. Потому что я не мог бы справляться с этими чувствами. Ты не хочешь этого вспоминать. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста. Ты понимаешь, что если ты не вернёшься туда, не переживёшь это здесь, в более спокойной ситуации, это тебя никогда не отпустит? Не хочу я этого вспоминать. Ну, странный вопрос. Я хочу, чтобы ты сейчас подняла на меня глаза и сказала, мне было страшно тогда-то и тогда-то. Но я этого больше не боюсь. Без этого не может быть будущего. Да как можно не бояться, когда вокруг такие вещи происходят? Вот эти взрывы постоянные. Аэродром. Начал бояться, аэродром начинает убить. На каждый день новые списки погибших. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не знаю, если я туда завтра приеду, не повторится ли это снова. И как этого не бояться? Как это отпустить? Поведение Наташи на групповой терапии не было чем-то особенным. Большинство людей, их очень трудно вырвать из вот этого их состояния, да, там, кокона. И вот самая главная задача была вот именно, чтобы она начинала чувствовать. Ты тогда боялась? Боялась, конечно. А сейчас ты этого боишься? Боюсь. У меня есть к тебе предложение. Я подготовил таблички. Те чувства, которые тебе присущи, ты их возьмешь для себя, хорошо? Да. Моя. 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 И следующая моя. Какой смысл было врать, отказываться от этих карточек? Если они действительно все мои, там еще можно было бы что-то оттуда прилепить их. Каких-нибудь там тоже гадостых. Самое сложное для любого человека признать, что у него есть какие-либо проблемы. Если человек это сумел признать, это полдела, 50%. Следующий 50% это начать с ними бороться. Скомкаю ее. Первые вот там несколько бумажек. Я не понимала, к чему я их комкаю, зачем я их выбрасываю. А потом, я не могу этого объяснить, но такое чувство, как я ее выбросила, и мне как, знаешь, там на 100 грамм полегчало вроде. Ты чувствуешь себя свободной? Ну, я чувствую, что у меня я лучше. Смотри, ты их отбросила. Но они никуда не исчезли. Я их беру с собой. И дальше мы с тобой пойдем в новую жизнь. Ты готова к этому? Да. Каждая проблема побеждается действовать. И это, наверное, самый желанный результат вот этой групповой терапии. То, что она начала движение. Начала движение в борьбе со своими проблемами. Что все-таки поработали с нашей мамой, надеясь, что что-то все-таки изменится. И возвращается дочка домой, которая все-таки не справилась задание с животным. Ты же правда с собаками смотрела? Угу. Мне сказали, выгулять три собаки. Я не смогла, они... Почему как-то? Что значит, я не смогла? Объясни мне, я не смогла, Тань. Я тебе уже тысячу раз говорила. Нет, такого не могу. Если или не хочу, или мне лень. Сказала бы с такими тремя собаками выгулять, которые когда... Мама, они идут и крутят себе руки. Да мне было бы приятно. А что ты плачешь? Бля, другой бегал от меня. Нужно дать команду, чтобы она шла рядом. А не орать, как ненормально, руками махать и кричать, я сейчас убью, прибью, задавлю и ремня дам. Хотя мама, если честно, ведет себя так же. И ребята не нарушают правила, обои не должны были кричать. Но ребята срываются. Это мне уже надоело. А ну сядь на место. Встала уже. Вечно тебе что-то не так. Вечно тебе что-то не так. А что мне может быть так, если ты ничего делать не хочешь абсолютно? Ты сама знаешь, что боюсь больших собак. Хорошо, ты боишься больших собак. Ты боишься дома пылесоса. Ты боишься пыль выделить. Ты боишься посуду побыть. Я не говорила это. Хорошо, но ты и не делаешь ничего. Ты же хочешь собаку умираешь, мне тут плачешь. Ну не таких же дым. Да какая разница? Ты безответственна абсолютно ко всему и ко всем. И в первую очередь ко мне. Да, ребята, в этой семейке изменения не особо-то заметны. И на следующее утро они снова начинают кушать неправильно. Снова неправильное питание и ничего не меняется. Кто-то стучится. Наталья. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Очень приятно. Проходите. Я тренер по здоровому образу жизни. Капец, вот оно здоровое питание пришло, блин. Здравствуйте. Здрасте. Татьяна, да? Угу. Я смотрю, вы уже завтракали. Ну мы только начали, да. Сегодня мы с вами поговорим про здоровое питание. Что можно, чего нельзя. Так, это мы сегодня не будем есть. И в дальнейшем мы это тоже не будем есть. Вообще никогда? Масло там на палец. Можно сразу выбрасывать. Это неправильно. Я хотела яичницу, которую мама приготовила и выкинула же из-за какого-то дядьки. Просто фили. Я предлагаю вам поставить чайник. Мы запарим полезный и правильный завтрак с вами. Так и знала, что нужно было большого вору сыпать себе. Расскажите мне, пожалуйста, как вы питаетесь, что вы кушаете в основном? Крупы, макароны. Мясо в основном, ну, больше у нас вот так вот, жареное. Я на сковороду вас заберу сегодня и масло заберу. Приперся на голову. Настроение испоганил. Давайте посмотрим холодильник. Канюш, пересет, пожалуйста. У нас есть волшебное средство для таких холодильников. Да? Да, большое. Так у меня тут такого ничего нету, блин. Чтобы выкидывать прям. Ну ладно, майонез, ладно, его там как-то осталось. Ага, вы заранее все выкинули, да? Добровольный. Нет! Да, все, все, все. Но пока тренер еще все-таки не обратил внимания на девочку, девочка доедает все, что попало ей под руку. Быстро наминает. Лимончик я вам оставлю. Спасибо за лимон. Лимон, боже. Сыр. Сыр это мой. Он жирный. Нормальный. Сыры жирные. Голодного края, бедный ребенок. Мама, меня первым поездом к бабушке. Этот дядь, как мне его хотелось выкинуть, если честно, в окно. Вообще обнаглел. Весь холодильник унес. Это вообще очень нагло он поступил. Консервы забудьте вообще. Овощи, салаты. Приветствую. Чтоб сомневался. Давайте картошку мы у вас заберем. Картошка это быстрый углевод. Эффективности в себе, как энергетический продукт, абсолютно никакой не несет. О, тут у нас масло. Это печеночка. А вот то масло. Зло такое брало, когда он лазил по этому холодильнику. Вот это я забираю. Поэтому психанула. Короче. Бедная мама, она обиделась. Масло забрали. А что еще и курить? Ну да. Это очень вредно. Я понимаю. Уже он вредный, там и так полный мусорник. Мы еще не полный. Мало того, что вывернул у меня весь холодильник. И тут еще заходит и говорит, короче, все, сейчас я у тебя заберу все аресты. Думаю, ну только попробуй дотронуться до них. Зараз будет драка. Будет волосся лчить во всей хачете. Ну а вы хотите достигнуть какого-то эффекта в процессе похудения? Ну, в среду не калорийная, если я не ошибаюсь. Как-то я смотрю, может, не по себе стало. И мне потом неловко стало, думая, блин, бедный чувак попал в нашу семью. Пойдем. Масло, до свидания. Это нездоровая еда. Сливочное масло – это общий яд. Это трансжиры, которые нашим организмом не усваиваются. Отсутствует у девочек понимание того, что та пища, которую они употребляли, медленно, но уверенно их убивает. Сахар тоже мы у вас заберем. Нет, я чай сахаром. Забирайте все же. Все? Не мелочитесь. Кстати, хлеб у вас есть? Чуть-чуть. Хлеб мы тоже забираем. А я без хлеба уже не могу. Сможешь. Это ваш рацион на двоих на сегодняшний день. Завтрак. Овсянка. Даже страшно спросить, что это? Это сельдереевый фреш. О! Правильное питание. Обед. Это тыквенный суп. Самое вкусное у вас наполнит. Творожок с фруктами. На ужин у вас салат и отварная телятина. Сразу. Вот такой вот у вас сегодняшний рацион. Чтобы похудеть, нужно первое. Рационально питаться. Но я не спорю, что то, что он принес, это для похудения. То есть мышечную массу ты особо не наберешь на этом, да? То есть у них как бы проблема с лишним весом, поэтому он принес реально хавчик, с которым нужно худеть. Не с которым ты будешь таким вот крепким мужиком, а с которым нужно худеть. Но я уверен, что у них не получится. Вот просто уверен. Потому что перебороть себе, причем двоим, которые не хотят в этом плане меняться, очень тяжело. И заниматься спортом. Тогда будет эффект. И эффект будет длительный. Выслушала, но он реально правильные вещи говорит. Ничего лишнего там не было. Надо понимать, что то, что с тобой сейчас происходит, в дальнейшем это все будет усугубляться. Нет, а что? Я эту гадостью есть не буду. Мама, тройте меня, пожалуйста, до бабушки. Я тебя умоляю. Конечно, ты им спрашиваешься, где его пить? Да сейчас, сама его пей. Да мама пьет. Я эту гадость пить не буду. Вкус судьбива фреша, это такая мерзкая гадость. Фу, мурашки по всему телу. Фу. Мам, я есть ничего из этого. Ну не ешь, это одна гадость. Тебе полезно. Это одна дурацкая гадость. Не хочешь, не кушай. Вариантов у тебя нет. Наш диетолог забрал всю нездоровую еду. Но оп, заметил, а нету пачки масла. Как вы думаете, кто ее спер? Зачем тебе масло? Отдавай масло. Нет. Давай, Таня, давай, не делайся. Нет, там. В моем понимании, 11-летние девочки себя так вести не должны. Масло в первую. Тань, что такое? Нельзя масло. Нет, да. Почему? Давай вот туда, в черный пакет. Нет. Таня. Будет сильный, сделай шаг. Таня, ты что, вообще? Нет, да. Сейчас подеремся, давай, может быть, из-за него. Мне было очень стыдно за ее поведение. Таня. Давай. Сюда. Я говорю, давай сюда быстро. Давайте, давайте сейчас. Давайте. Мама. Идиотка. Я не идиотка. Поведешься хуже даже. Девочкам предстоит огромнейшая работа для того, чтобы достичь каких-то целей, сбросить этот лишний вес и что-то поменять в своей жизни в лучшую сторону. Я надеюсь, что у вас получится договориться с вашей дочерью. Всего доброго. Извините, если что. Это я вас забираю. Такие кислые мины, ребята. До свидания. Приятного аппетита. Спасибо. Всего доброго. До свидания. А чувство весело было. Наконец-то. Хорошо. Ну, я не готова пока. Не могу я вот так вот. Вот одним махом. Я не буду это есть вообще. Даже прикасаться до этого не буду. Хорошо. Не прикасайся даже до этого. Для меня здоровое питание это хлеб. Мне это неинтересно. Прям по ней видно, да, здоровое питание. Вот просто здоровый человек, ребят. Ну, в одном плане, да, здоровый человек. Очень здоровый. Прям большой для 11-летней девочки человек. Интересно ходить, блин, на два размера больше, чем ты должна ходить. Ну, что? Ты весил всего лишь на 20 килограмм меньше, чем я. Да прям. Да вот тебе и да прям уже. Но мама все-таки решила держаться и не откладывать, и заниматься спортом. Пойдем в лес погуляем. Только мы немножко и спортом там позанимаемся. Я хотела пойти на улицу, из-за этого согласилась пойти делать пробежку и зарядку. Ну, вот они, ребята, вышли, но наша дочка снова хитрит. Ее задание браковать любые всякие тренировочные площадки. Оттуда не хочу идти. У нас есть правила, которые нужно выполнять, Таня. Ты ничего не сделала. То, что было условлено. Я же не хочу только ваши правила исполнять. Так дело в том, что, по-моему, ты только свои требуешь. Не хочу я здесь. Оттуда не хочу идти. Дай ключи домой пойду, мама. Нет. Дай буду тебя под домом ждать. Ты что, вообще уже? Не хочу я тут гулять. А где ты хочешь гулять? Во дворе с подружками ты не будешь гулять. Татьяна, иди сюда. Куда ты пошла? Твою мать, блядь. В дом. А ну стой. Тогда идем на стадион за домом. Всем надо заниматься спортом. Ей тем более надо, потому что у него действительно будет ожирение. И потом куча комплексов. Вообще-то у ребенка уже есть ожирение, если мать этого не заметила. Вопрос только какой стадии будет. Потом третьей, пятой или десятой. Ну, вы отчасти поняли. Но ребенок уже как бы имеет лишний вес. Мам, я здесь не хочу бегать. А где ты будешь бегать? Да здесь не буду гулять. Что значит, мать? Да я ключи домой пойду. А куда ты собралась? Иди сюда. Здесь я точно не буду бегать. Таня, может, для тебя специальные условия нужно выделить? Ты у нас особо одаренная какая-то по бегу или что? На тебя все люди смотрят. На тебя тоже. На тебя, что я сказала, все люди на нас. Меня бесит твое поведение. Пожарять здесь бегать не буду. Бег это дурацкий бег. Бежишь, бежишь, как улитка. Или как слезняк. Потом еще жарко, фу. Боже, какая она, ребята, ленивая. Это ужас. Ну, просто трындец. Как она это все выговаривает? Спорт это плохо. Вот жрать хлеб с маслом это хорошо. Это хорошо. Бегать нет. А масло хорошо. Я уже еле в руках себя держу, чтобы не навалять тебе. Бесит ее. Ты смотри, звезда. То, что на тебе, блин, лишних 20 килограмм, так ты не стесняешься этого. Тебе не стыдно. Морда не краснеет. Куда собралась? А ну сюда иди. Бегом. Хороший спорт. Я хочу уже против всех начать запастовку. Потому что я хочу хлеб, чтобы не мой хлеб вернули. Капец. Я хочу нормально поесть, мам. Я хочу, блин, чтобы ты мне перестала нервы мотать. Я есть не хочу. Я тоже поела бы что-нибудь такого. Но я же не ною не хожу. Я хочу еды, нормально. Мам. Не знаю, может, заинтересовать ее как-то надо. Давай, скажи, в магазин кефира куплю. Не хочу я этого. Мать пытается заметно, ребята, ну. Давай кефира и хлеб. Давай кефира и хлеб. Давай кефира и хлеб, давай кефира нормально. Я не могу, ну ты что? Это вырванные воды, блин. Да смешно, конечно. Ты что из-за еды такой, серик? Мама. Тишка блуд, блин. Да не ходи за мной, я не разрешу все равно ничего. Пожалуйста. Иди, пожалуйста, отсюда. Не, ну мама молодец, она на самом деле пытается. Не, ну есть же еда, ну пойди поешь. Не, я тоже жрать не хочу, я хлеб хочу. Ну, вроде бы мама как бы молодцом держится. Дочка, конечно, вытворяет, но пока что мама держится молодцом. Кошакули тоже, блин, палец устраивает такое. Но держится. Я хочу, чтобы не отдали мою еду. Чтобы разрешили, у меня есть конфеты, хотя бы одну или две штучки в день. А если не конфеты, то лучше хлеб. Ну мама. Таня, хватит ныть. Я хочу есть. Ой, ну ты уже мой. Мама. А я хочу, чтобы ты похудела. Ну пожалуйста. Ну кто раз вас здоровает. У тебя все равно, я не хочу. И красиво. Мам. Пожалуйста. У тебя же лицо опухло, у тебя же глаз не видно. Я есть хочу. Завтра поешь? Нет. Мам. Салатик. Пожалуйста. Боже, первый раз вижу, что так хлеба хотели, ребята. Вот разные люди любят, да, вот. Ну хлебушек, это что-то у нее. Ну видно, что у нее хлебушка так немножко. Вы понимаете. Я сама за диетический дурецкий салат. Буду идти против всех. Никого не случится. И делай то, что я захочу. Но дома на обед только диетический суп. Таня, иди ешь. Я хочу нормальный суп поесть. Так это нормальный вкусный суп. Это не нормальный. Откуда ты знаешь? Это перья на палочке. Если застряпнуть. Иди попробуй хотя бы. Не буду его пробовать. Ой, чувство, ребята, захочется нажрать. Она не только это будет кушать. Еще, значит, не до конца проголодалась. Таня, очень вкусно. Я не верю, не буду эту стряпню есть. Классный суп. Это первый раз, так что я вот так вот действительно продержалась. Практически без воплей. Реально себя жируем чувствую. Мама на самом деле очень хорошо держит себя в руках и пытается спокойно уговорить дочку. Я поела. Пойдем одну единственную ложечку. Нет. Пойдем попробуешь. Не понравится, не будешь. Я не хочу эту стряпню есть. Так иди попробуй. Зачем тогда мозг выносила? Скажи, пожалуйста. Я в один нормальный суп поеду. Иди ешь, я тебе скажу. Я тебе сейчас его на голову одену. Все, мама сорвалась. Ай, я не хочу его есть. Я тебе говорю, сейчас на голове у тебя будет. Села, блядь, и поела его. На самом деле я маму тоже, по части могу понять, потому что дочка вообще на голову села. Ни хрена, только сидит, только ноет, ничего не делает. Иди ешь, я есть, хочу, и ешь, я не хочу. То есть, ну, мать уже все-таки достала и все, чуть сорвалась. Скотина. Я сказал, иди ешь. Бери. Сейчас вылью. Семейка веселая. Они вкусные. Не ври. Я его только что пробовала. На кучине же здесь какашки лежат. Даня, не вымахивайся. Он действительно вкусный. Она еще говно не ела, я чувствую. Она еще нормальная, досталась. Бери и ешь. Другой еды нет. Это стрипня с говном, перемешанная. Я на бабушке хочу. Я его есть не буду. Сама его ешь. Она действительно пошла на принцип, что показать, что я хочу, значит, так будет. Ну, в общем-то, мама решила не уговаривать дочку кушать, а наша девочка решила устроить голодный страйк. Я к бабушке хочу. Дурочка или что, Леонид, истеричка. Орюш. Грызлись мы с ней дрались, и что тут только не было. В итоге она его съела. И я слышала, как она на кухне ложкой молотила. И она быстро-быстро это делала. Он действительно вкусный был. Что я требую вас доказать, ребят, а просто, знаете, спектакль на показ. То есть я его жрать не буду, но когда камеры ушли, она втихаля как-то намолотила, и все хорошо пошло, как казалось. Ну что, ребят, наступает следующий день, и наша мама встречается снова с психологом и решает свои психологические проблемы. Привет. Мы договорились переходить от слов к делу. Ты готова? Готова. Идем. Все те негативные качества, которые мы определили на групповой терапии, от них надо избавляться. И сейчас мы попробуем это сделать. Я буду все время рядом с тобой. Это будет неприятно. Это будет, может быть, где-то больно. Ты знаешь, где это сейчас? Нет. Спокойно, 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 спокойно. Я не пойду. Возьми меня за руку. Возьми меня за руку. Идем огонь. Что они делают, ребята? Я уже прекрасно все понял. Наша мама, как напоминаю, она зоны АТО, где происходили всякие военные действия, взрывы, убийства и тому подобное. И психолог привел ее в эту же атмосферу, но чтобы она все-таки поняла, что она находится не там, а здесь, чтобы взрывы ее не так сильно пугали, чтобы люди как-то вот по-другому относились к ней и она к людям по-другому относилась. Вот ее привели как раз в то отточение, где она была раньше. Мы должны это с тобой сделать. Там ничего страшного нет. Это учение. Это называется шумовая подготовка. Она заставляет человека быть собранным. Она заставляет человека не паниковать. Теперь мы спокойно поворачиваемся. Ты берешь меня за руку. И мы идем дальше. Здесь нет ничего страшного. Это мирная территория. Рванувшись назад, Наташа руководствовалась не разумом, она руководствовалась инстинктом самосохранения. Для продолжения терапии, ее просто необходимо было поместить в стрессовое состояние. Ты должна сейчас, Наташка, себя преодолеть. Ты готова? Пошли. Я не могу. Ты можешь. Идем. Ты сильный человек. Шумовая подготовка. Полоса препятствий. Что ты сейчас здесь видишь? Агрессор. Почему ты решила, что они агрессор? Потому что они в форме, они с оружием. У них зашорены лица. Я понимаю. Страх, он сковывает. И заставляет тебя отказаться от анализа. Контакт на 12-1-2 ПКФ. Сейчас ты с полюсом. Спокойно, спокойно, спокойно. Это отработка идет. Видишь? Вот он отработал и пошел обратно. Что ты сейчас чувствуешь? Поддержку я чувствовала моральную. Чувствовала, что он действительно меня не бросит и пойдет. Я хочу уйти отсюда. Нам надо пройти этот путь до конца. Для себя, для своей дочки, для будущего. Все так же страшно? Нет, уже не так. То есть ты сейчас спокойно к этому относишься? Ты понимаешь, что это учение, это работа? Да. Слушай, а если я тебе дам сейчас петарду, бросишь? Нет. Давай я подожгу, а ты бросишь. Давайте. Готова? Я поджигаю, а ты бросаешь. Спасай. Чего ты отходишь? Не бойся. У меня же рефлекс. Страшно? Нет. Когда вот эта завеса неведомого падает, и ты понимаешь, что, собственно говоря, ничего страшного нет. Как настроение? Лучше уже на раз, да. Ну, в общем-то, наша мама немного расслабилась, и психолог подготовил ей еще один тест. Одному бойцу стало плохо. Рука! Девчонки. Сломал? Локоть снилось. Дальше бревна. Когда она начала бежать к этому человеку, когда она начала спрашивать, что у тебя болит, это вот был тот тест, который она сдала просто на отлично. На самом деле, это вот штатная ситуация, когда отрабатывается взаимопомощь. Я думала, что ему действительно больно его поднять надо, я еще удивилась, что этот рядом стоит и смотрит на него. А ты не думала о том, что рядом стреляет, что рядом взрывается? Нет, я как-то не знаю, не думала. Вот ты бежала. Ты боялась? Нет. Ты пыталась помочь человеку. У тебя самое главное было помочь человеку, да? Ну, да. Значит, где у нас страх был? Там где-то. Ты понимаешь, что ты сейчас победила? Круто. Круто. Ну, как-то вот та же грудь выпятила от того, что я реально, ну, пролетела даже мимо вот этих хлопков. А ты чувствуешь, что ты сейчас победительница? Ну, мне это как-то легко стало. С полигона она уже выходила спокойной, улыбчивой. И без положительного результата на вот этапе полигона мы не могли бы двигаться дальше. Если говорить о вот следующем этапе, да, борьбы с ее страхами, она сказала, у меня есть страх высоты. Ты готова преодолевать страхи свои дальше до конца? Я готова преодолевать дальше свой страх. Как-то спокойнее стала, рассудительнее. Как-то задумываться начала там над чем-то. Раньше сделала и сделала, а сейчас вот, ну, правда, думать, анализировать. Что-то как-то менять там в своей голове. Надо попробовать вот это вот так, вот это вот так вот сделать там в отношении к Тане. Ну, очень приятно, что все-таки какие-то испытания помогают маме жить уже в нормальном мире. Мне тяжело их понять, потому что я не жил в ее обстановке, но, наверное, все-таки такие вот испытания помогают хоть как-то расслабиться. Ребята, мама вернулась домой и решила с дочкой правильно все-таки как-то питаться и вместе приготовить какую-то новую еду. А как помидоры кубиками порезать? Я тебе сейчас все объясню. Берешь вот так вот. Только не дави прямо на него, понимаешь? Угу. Конечно, с первого раза может не получиться, а может и получиться. А ты старайся. Что дальше? Дальше огурец тоже кубиками, такими же кубиками, как и помидоры. Я тебе сейчас покажу. Три части. Давай сделаю надрез, покажу тебе. Нет? Я поняла, как. Давай, ну, видишь, все получается. Даже если кривой, ничего страшного. И на удивление для мамы наша девочка начала сама готовить салат. Ребят, что-то изменилось или кушать захотела? Чтоб послать привет, чтоб послать привет и получить ответ, и получить... Ла-ла-ла-ла-ла, пишем письма мы, пишем письма мы через интернет. Дальше достаешь бренду. Нарезаешь кубиками. Можно я кусочком себе режу? Можешь попробовать? Конечно. И тут, ребята, наверное, чуть ли не впервые. В семье одно общее дело, приготовление закончилось без всяких скандалов, того, что если это не будет и тому подобное. Ммм, вкусно? Ммм, видишь, так это ты сама приготовила. Кстати, мне удалось ей все-таки достучаться до нее, что это, прежде всего, здоровье уже, а потом внешность и все на свете. Это наша диета. Я на смотрю даже как-то с большим аппетитом стала есть. Понравилось, готовить тебе? Угу. Терпения действительно, наверное, не хватает мне. Я стараюсь, пробую в всяком случае стараться. Сегодня мы даже еще не поссорились ни разу. И, ребята, наверное, впервые мама за долгое время решила все-таки поговорить о лишнем весе дочки. Анюш, что-то и дело, что тебе у тебя молодой растущий организм, тебе-то как раз это и болезнь. Вот пощупай какие-то. Ну, что? Девочки, твой возраст не ходит таких размеров, как ты. А ты пока маленькая, мне гораздо тяжелее скинуть лишний вес. Ты пока маленькая, тебе неделю здорового питания, у тебя 5 килограмм улетит. А потом еще легче, легче, легче будут его все сбрасывать. И на море мы поедем уже с тобой стройняшечки. Ну, мама молодец, в том плане, что она пытается как-то завлечь, мотивировать, поддержать. Это правильная тактика. Маме респект. Наша мама проходит психологические задания, где нужно все-таки перебороть страхи той войны, которую она пережила в Донецкой области. И сейчас продолжается дальше воспитание, принятие и небоязнь всяких проблем, звуков и тому подобное. Здравствуйте. Помнишь, я вчера обещал тебе сюрприз? Помню. Ну, чтобы сюрприз был сюрпризом, я должен завязать тебе глаза. Договорились? Я уже поняла, думаю, ну, все, хана. Это блиндажи какие-то, окопы, это какие-то взрывы опять будут. Хоть бы не усадься с перепугу, блин, поеду мокрая домой. Как ты думаешь, что тебя ждет? Сейчас что-то рванет. Что-то рванет? Самое главное, чтобы ты не рванула сейчас подальше отсюда. Сегодня ты окончательно расстанешься со всеми своими страхами. Что ты сейчас чувствуешь? Страшно. Страшно? Я считаю, что тебе уже как бы пугаться нечего. Я уже не знаю, что меня этого ждать, поэтому не расслабляюсь. Давай, снимай. Страх высоты. Нет, я не полезу туда. Тише, тише, тише. Я туда не полезу, это даже не обсуждает. А вы что? Нет, я говорю, я не полезу. А когда открываю глаза, ставят самолет, так это вообще, думаю, вы что с ума сошли? Неужели я вам так насрала, что я плохого сделала? Не бей, вы что сменетесь, я не полезу туда, говорю. Слушай, что? Да я говорю, я не полезу. Отстаньте вы меня, блин. Наташа. Не полезу я туда. Вообще уже. Наташа, что это? Бумажки. Прочитай, пожалуйста. Злость. Это что у нас? Агрессия. Это? Тревога. Ты это? Страх. Ты от страха вчера избавилась? Видимо, не до конца. Хочешь, чтобы это все сейчас ушло? Страх высоты – это тот внутренний страх, которым сидит большинство из нас. И единственная возможность побороть его – это поместить в еще большую стрессовую ситуацию. Ты понимаешь, что никто, кроме тебя, сейчас вот с этим вот всем не справится, не совладает? Вот смотри, вот сейчас вот граница, где ты должна принять решение. Что будет дальше? Я прыгать с него не буду. Я надеюсь, не надо будет этого делать. Давай сначала подойдем к самолету и посмотрим. Давай поднимемся сейчас. Давай. А прикиньте, надо вот подойнуть. Идем к самолету. На самом деле ничего страшного нет. Ты опять не контролируешь свои эмоции. Подойди, потрогай его. Хочу вытроить. Железякий кусок. Ну, железякий. Железякий. Что тебя пугает в нем? Меня пугает высота, не он. Идем поговорим внутри самолета. Я не могу, мне такое, фу, не хочу я тут находиться. А теперь ответь мне на вопрос. Ты хочешь изменить свою жизнь? Ты хочешь? Хочу. Я прыгать не встала. Но для этого нужно что-то делать. Мы не можем просто сидеть и ждать, что все изменится само по себе. Я боюсь. Я ужасно боюсь высоты. Любой страх надо контролировать. Страх – это огонь. Если ты огонь контролируешь, он тебя согревает. Если ты утратила контроль над огнем, он тебя сожжет. Я не смогу как в неизвестность шагнуть. У меня даже в голове не укладывается это. Нет, это вообще-то, это нет. Но, ребята, психолог несколько часов общался с нашей мамой и по чуть-чуть, по чуть-чуть вроде бы ее уговаривал. Жжой, 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 жжой. Я уже думала, ладно, короче, он все равно не отвяжется. Давай я тебя познакомлю с инструктором, который тебе все расскажет и объяснит. Давай, пусть попрыгает, а я посмотрю, постою. Олег? Ну, познакомься. Здравствуйте. Наташа. Смелая рука. Все очень просто. Высота 3000. Я тебя к себе пристегиваю. Всего надо 3000. Были еще больше боялись, чем ты. Так а зачем они перли? Катюша, вот те, которые боятся, лучше всего побеждают свой страх, а потом еще и переживают в них больше. А дети, которые там пришли, типа, вот они. Вот как вы окошите меня, ну капец. Он мне дал понять, что там, типа, что ты слышишь. Трусиха, блин. Тут ходила, вчера такая смелая, я все переборолась, сегодня обосралась. Я думаю, ага, не обосруйся. Ой, капец, ребята. Наташа, что, крутая голова вообще? Идиотка, вперлась, блин. Вечно я где-то на свою сраку нарую каких-то приключений, блядь. Наташа, ты готова? Наташа! Да! Вот, это ком твоих проблем, которые ты выбросишь перед прыжком. И они уйдут. Их больше не будет рядом с тобой. Ты должна их выбросить. Я жду тебя здесь. До встречи. В раю, надеюсь. Мама оптимист. Не, ну уломали ее все-таки, скажите. И взлетаем. 3000 километров, ребята. Ой, 3000 метров. Ну, 3 км и нормально лететь. Ну что, будем скоро прыгать, ребята. Подруга, ты пристегнута, не сын. И раз, два, оба. Все, ребят, пошла. Пошла, родная. Уже и руки расставила. Я все выкинула. Это не только страхи. Всю эту херню, эту ненависть, злость, агрессию. Это такая легкость, свобода. Это вообще, ну, это необъяснимо. А уже понравилось, да? Уже не страшно. Я птица. Я до сих пор не пойму, как я на это все решила. Это все уже, ничего не страшно. У меня такое впечатление, как будто я проснулась. Я не могу это чувство ни с чем сравнить вообще. Это просто разрыв эмоций. Мозговое всего на свете. Это круто, блин, я не могу. Вот о чем всегда нужно сказать. Вначале, блядь, устраивают истерику. Я не пойду, я не буду, я все. Потом в итоге сделали. Вау, мне понравилось, как это было круто. Давайте еще раз. Вот так всегда в жизни, ребята. А когда у вас появляются какие-то страхи, всегда нужно их стараться перебороть. Да, кажется страшно. Очень часто наши страхи, они надуманные. Они не такие, как кажутся, поверьте. И вот когда вы их преодолеваете, получается все очень круто. А ты выбросила все свои страхи? Я их по ветру развеяла. Спасибо. Ты победитель, ты молочинка. Ты победила сегодня, представляешь? Теперь нужно жить дальше, блин, да это капелька. Ай, я не могу, у меня эмоции переполняют, блин. Боже, как круто это вообще. Я сильная женщина. Я уже уверена в этом, ничего себе. Победитель себя чувствует победителем. Вообще, я герой такой, что я, блин, вообще, я сама собой горжусь. Мне сейчас на пофиг, даже если мной никто не гордится, я собой горжусь, блин. Расскажу сейчас Тане, как бы я провела день, чтобы было все в подробностях. Приготовить надо что-нибудь, накормить ее. Ну, пока мама идет домой, для того, чтобы рассказать о каких-то своих впечатлениях, наша девочка ждет маму дома. У меня как будто демон селился. И выжидает того, чтобы меня мама бросила. Я не знаю. Вообще, честно, я не хочу так себя вести. Это мне, я не знаю, что с ним происходит, но аж вырывается. И нагрубить, или еще что-то сделать, чтобы ей было больно. Маме обидно, потому что я никто не поддерживает. Мне самой обидно за свое поведение. Я не знаю, почему мне так происходит. Я буду стараться маму поддерживать, а не обижать. Девочке стало стыдно за вчерашнее свое поведение насчет еды. И она решила все-таки как-то отблагодарить маму и побереть дома. Ну, убирать на балконе. А потом, я не знаю, или уроки, или немножко прогуляюсь на улице. Браво, молодец. Я не ожидала вообще этого. Я удивлена, конечно, было приятно утром, это очень. Ну, в общем-то, опять вроде бы семейка пытается налаживать свои отношения. Дочка помогла побереть дома, мама рассказала, как она проводила свой день. Как-то, если честно, не верится, что мама прыгала с парашюта. Она вообще такая высоты боится. Она может потерять сознание, когда, ну, будут смотреть вниз и будут слишком высоко. И, в общем-то, девчонки довольны друг другом, они пошли в парк погулять. Но, ребята, они встретили нашего диетолога. О, твою мать, не хай, блин, это ж надо. Такое счастье. Боже, мы чухнем побыстрее. Здравствуйте. Рад вас видеть. Ну, мы тоже. А что это? А вот как думаешь, для чего это? Не знаю. Будем на рыбалку идти? Нет. Мы сегодня с вами позанимаемся скандинавской ходьбой. Это ходьба с палками для эффективного процесса жиросжигания. Ну что, я предлагаю приступить. Только не здесь. Ну, вот можем вот в сторону отойти, вот туда, например, и там немножко размяться. Потом мы с вами походим, чуть-чуть я вас поучу. А можно куда-то подальше от всех людей? Подальше нет. Мы позанимаемся здесь. Выдаю инвентарь. Наталья. Так, девочки, а ну, честно и откровенно, руку на сердце положа. Спортом занимались? Нет. Нет. Я не спортсменка. Я ленивый человек. Просто это лень делать. Я хочу поспать, и все. Ну что, готовы? Да. И так умно. Мы активно начинаем палками отталкиваться. И пошли. Какой-то странный вид спорта. Вот так вот? Да, примерно вот так. Давай, шевелим бедрами. Ну, в итоге-то я так не заинтересовала, зато саму заинтересовала. Это все. Это я коровушка ленивая. И то спорта. Типа лыжи? Молодцы, блядь. И что это? Погнали. Пошли. Честно, до конца понять вообще не могу. То есть, зачем эти палки отталкиваешь им? То есть, лучше побегать, там что-то другое. Что это помогает? Маме нравится, мне не нравится. У нас с мамой разные вкусы. Странный вид спорта. Мне неудобно с ними. Ну, так постарайся, Танюш. Ну, постарайся. Палки. Ну, так надо. Они дурацкие, я их ненавижу. Я не хочу. Ты же даже не пробуешь ничего. Что ты все хочешь? Ну, зачем ты? Тем более давишь. Подожди, подожди. Сейчас тебе перестянуты. Дарит немножко расслабь. Я не хочу. Почему ты не хочешь? Не все сразу получается. Хочу я. Хотя, не, я кажется, догадался, ребят. Ну, типа, если мы идем, то работают только ноги, да? А руки, то есть, ты не жиросжигаешь. А палками тебе приходится отталкивать. То есть, руки тоже включаются. И в итоге у тебя что пашут? И руки, и ноги. Во. Во, для чего это все нужно было. Таня. Хочу погулять. Мы так гуляем. Мы не гуляем. Ну, фигни, страдаем. Таня. Кусок батона. Толстый слой масла. Да? А потом ни в одни штаны не влезть. Я не буду этим заниматься. Этим дурацким спортом. Это все уже в печенках сидит. От Татьяны я такого поведения не ожидал. Для меня это откровенный шок. Я вообще первый раз такое вижу. Ну, наша мама держится с последних сил и пытается все-таки уговорить дочку. А ну, сюда иди. Нет. Сюда иди, я тебе сказала. Пойдем. Нет. Это бесполезно. Ну, должно же быть какое-то уважение. Она никого не ставит авторитетом. Ни маму, ни окружающих, ни тренера. Но это есть достаточно большая проблема. Я уверен, что это надо исправлять, бороться с этим. Тань, давай. В спорте нет слова не хочу, не могу и не буду. Есть только надо. И так точно. Мне это все неинтересно. Что интересно? Ничего. Ничего. Хлеб с маслом. Телевизором интересно. Так, чтобы аж дышать тяжело было. Вот это интересно. А потом лежать и похрукивать. Неправда. Ты долго будешь нервы мотать? Одела быстро палки и погребла. Я сказала, одела быстро и погребла, пока я тебя не перетягнула этой палкой. Не заставляй меня. Это не слабость, я считаю, а лень патологической. Ну, а сейчас я, наверное, сниму вот эти вот штуки, блин, и будешь ты у меня бедная. Хочешь? Мам, я тебя не успеваю. И мне наплевать на то, что тут люди и дети, Таня. Я тоже могу заставить. Что ты можешь? Что ты можешь? Скажи мне, пожалуйста. Ты сопля, которая еще и вообще ничего в этой жизни не стоит. Ничего не добилась и ничего не умеешь. И ты просто обязана слушать то, что тебе говорят взрослые. Не хочу я. Или это не ясно это? Одевай давай. И не люблю я тебя. И не люби меня, не надо, Таня. И тебя я не чувствую мамой. Закрой рот. Да. Почему другие мамы так с вами не ведут? Почему другие дети так тебя не ведут? Уже народ сбежался. Конечно сбежался, потому что я тебя предупреждала, что так и будет. Таня, мне плевать на народ. Вставай, давай. Таня, пойдем, не расстраивай. Я не хочу. Пошли. Ну, дочка лентяйка, что-то. К сожалению, процесс занятия, тренировки был сегодня сорван Татьяной. Хочешь, я сейчас весь партий соберу. И пусть все видят, какая ты истеричка. И я дура у тебя припадочная. И мне наплевать, кто что там скажет. По физической подготовке могу сказать, что двойка с минусом. И Наталья, и Татьяна. Физической подготовки абсолютно никакой. В общем-то, ребята, из этих всех ссор, конфликтов и нытья дочери, то есть тренировка у них не прошла, они пришли домой, мать злая и решила, чем же все-таки дочь наказать за такое поведение. Уроки еще не сделали. Сядь нормально. Уроки можно не делать, потому что ученица вообще не проверять. А ты что, я не помуд. Ты лучшая ученица в классе, что тебе их можно не делать. У тебя так отлично по всем предметам или что? Я же не виновата, что двойка. А кто виноват? Ты. Я учиться не хочу. Ты что меня это? Ну так я учиться не хочу. Нужно было меня подготавливать. Я учиться не хочу. Тань, скажи мне, пожалуйста. Учителя занимаются. Я не говорю. Ты игноришь. С домашней ты не записываешь. Я записываю. Не записываю. Не записываю. Опять эти сопли, крики, опять убежит. Уговаривать ее, она меня не слушает. Она демонстративно отворачивается, или мычит, или еще что-то. Не огрызайся со мной! Я не огрызаюсь! Это что, вообще вранелоба я или что? Что ты сейчас делаешь? Скажи мне, пожалуйста. Или тебе нравится выводить меня, чтобы я визжала, чтобы бездом меня слышал? Вот здесь, вот на первые два дня, где домашнее здание? Я не знаю. Почему ты его не записала? Я забыла. Забила, Таня. Когда ты забываешь, что ты делаешь? Я не забываю такие вещи. Да прям такие. Да прям такие. Как ты меня достала уже? Как ты меня достала, если бы ты знала. Закрой рот, пожалуйста. Чтобы жить не хочу. Не хочу. Может, прямо сейчас выходить отсюда. Я сдала уже! Ты мне никто! Да, тяжелая семейка, ребята. Я сейчас прибью. Мать пытается, видно, но дочь вообще даже не пытается. Полудурок ты, блин. Вот ты кто. Даже не истеричка. Сама такая. Скотобаза, блин. Сейчас нагрызаешься, Таня, зайду, отлуплю, я тебе говорю. Думаю, гадость такая правда. Отвезти тебя в интернат. Посмотришь, как там дети живут. Неси мне сюда световую литературу. Я с тобой ничего не хочу делать. Я сказала, неси сюда! Я с тобой ничего делать не буду. Начинается. Я ее уговариваю, она не слышит. Я кричу, она не слышит. А что с тобой? Как с тобой? Или что? Ты долго мне будешь нервы накладывать? Доставай учебник! Куда пошла? Я сказала... Доставай учебник! Ты смотри, вообще уже обоздел. Доставай учебник! Доставай учебник, я тебе сказала. Не нужно учебником тебя... Доставай учебник! У него здесь нету! Да, ищи, где он. Да, ищи, где он. Вставай, ищи. Я сказала, встань! Что ж такое, Славнихов? Я с тобой ничего делать не хочу! Ты сядешь сейчас и прочтешь то, что тебе задали. То, что ты не делала до этого, раз ты не записала домашнее на следующую неделю. Я не хочу с тобой ничего делать! Я не спрашиваю, хочешь ты или нет? Я не хочу! А-а-а! Учебник, где? Учебник, где я тебя спрашиваю? Я с тобой жить не хочу! Как о нас она поступает, так и мой мозг с ней поступает. А-а-а! Учебник, где? Хороший мой зад кулить! Не знаю! Это не учебник? Дурдом. На кухне? Не буду с тобой это дурацкое, нормально делать! Хороший кулить! Таня, страница 230, 232! Открывай учебник и сиди читай! Ты начинаешь орать, как ненормальная! Я сейчас зайду, раскрипну, язык проглотишь! Ты монстр! А ты кто? Я не монстр, хотя он намного лучше, чем ты! Ты псих! Это тебе нужно псих вониться лежать! Не надо тут корчить из себя бедную и убиенную! Таня, что такое? Я не пойму, ты такая большая жена! Ты хотя бы открывала и смотрела! Я не пойму! Это что такое? Тебе! Ай! Что такое? Надо же такая! Быстро подними его! Ты смотри, говна кусок! Ничего не перепутала, нет? Корова, блин! Подними, я сказала, сиди читай! Ручку подняла! Заимно! Ручку подними с пола! Я тебе сказала, ты смотри, какая психопатина! Я сейчас посмотрю тебе! Это два себя задания! Ты обязана его выполнять! Сдерва, я сбегу отсюда! Все меры примут, чтобы с этой идиоткой не жить! Сколько раз убеждаю, что такая вот манера воспитания, такое общение до добра не доводит! И это правда, ребята, что изменения в семье особо незаметно! Вроде бы пытались-пытались, но что мама сорвалась, начала орать, что дочка не хочет изменяться! Все, ребята, возвращаются на пути свои! На балконе спрячешься, чтобы никто не видел! Когда гость разбирает, а когда просто там все уже, такая пустота, короче, блин, отстань, делай, что хочешь! Ты не знаешь, что с ней делать, я так вот постоянно, как уроки! Если раньше на нее варкнешь, там она уже побежала, я там хотя бы забоюсь! То сейчас она вообще ничего, вообще броня лобая! Что с ней делать? Просто встала уже! Интересно, прочитает или нет? Ну, я сейчас не буду делать, я под нее не буду подстраиваться! Меня бесит! Говнище, блин, малое! А что, дочь? Чтоб мама исчезла, чтоб этих мам на свете не было! Короче, ну, лежу-ка, все! Ничего особо не меняется, дочка всегда провоцирует мать! Она не хочет изменяться, она не хочет худеть, она не хочет как-то вот... Если мама, на самом деле, она пыталась изменяться, но потом просто ее тоже срывала и начинала ее бить, но... В общем-то, семейку очень тяжело исправить. Возможно, но тяжело. Очень большая проблема в самой дочери. Хотя в маме тоже не хватает. Здравствуйте, Дмитрий. Как ваши дела? Ну, так, с переменной облачностью. А вот скажите, почему вы не смогли все-таки сдержаться и не орать на собственного ребенка? Не смогла. Да, это я видел. Как вы думаете, почему? Ну, у нее еще талант есть такой особенный, выводить меня из равновесия. А зачем она это делает? Добиться желаемого. Но вы же понимаете, что вы, реагируя на это, поощряете ее к подобной модели поведения. Терпения еще чуть-чуть бы, и вообще все получится. Ну, хорошо. На этой неделе мы сделаем вам инъекцию терпения. Давайте пригласим дочи и узнаем новое правило. Давайте. Здрасте. Привет. Ты почему с мамой ругалась? Не знаю. Мама приходит и говорит, правила у нее выполнить не получилось, потому что ты знаешь какие-то секретные точки, на которые давишь, и мама вскипает. Не знаю. Не знаю. Давай посмотрим, как это было. О! Я не буду этим заниматься, этим дурацем в форме. Давай еще раз. Нет! Нам надо заниматься. Нет! Это надо тебе убежать. Нет! Я не люблю тебя. И не люби меня. Ты не любишь. Ты не любишь твою маму. Какой друг. Ты вот как-то так сейчас маму обнимаешь, а говорила, я тебя не люблю, ты у меня не мама. Она меня пусть раздражает. Вы понимаете, Наталья, почему вы срываетесь на ребенка? Ну, потому что она меня доводит до этого состояния. Вы не пытаетесь с ней договориться. У меня не хватает терпения. Она начинает истерить, и все. Потому что у вас нет других механизмов влияния на собственного ребенка. Она у вас очень хорошо усвоила, что для того, чтобы что-то получить или что-то не получить, надо заплакать. Это преступление. Вестись на это. Готовы услышать новые правила? Да. Я нет. Твое нет уже мало кого интересует. Итак. Вот это ведущий поставил на место. Хочешь, не хочешь. Я ничего вообще не спрашивал. Сиди и думай, что ты будешь дальше делать. Новые правила. Красавчик. Правило первое. Маленькие взрослые. Это правило для тебя-то. Пришло время тебе научиться ценить то, что ты получаешь от мамы. Тебе нужно будет работать. Нет. Да? Нет. Так, Тань. Правило номер два. Управлять гневом. Угу. В рамках этого правила у вас будет возможность научиться контролировать свои чувства и эмоции. Как? Пускай это будет для вас сюрпризом. Угу. Правило третье. Атака лень. Тань, это правило для тебя. К сожалению, ты достаточно ленивая девочка. И мне кажется, что лень мешает тебе жить. Очень ленивая. Тебе нужно научиться бороться с собственной ленью. Это гадость. Тань. Гадость – это когда ребенок ничем не интересуется, у него лишний вес, и он в целом не способен себя контролировать. Бороться с ленью ты будешь вдали от мамы. Да не поедут туда. Теперь твой образ жизни будет достаточно активным. Нет. А что ты цепляешься за меня, не пойму? Я думаю, что ты сможешь полюбить спорт. Нет. Трестанье, что такое? О, смотрите, ребята, опять. Та же система, поныть. Обратите внимание на то, что сейчас происходит. Явно же ей не больно. Правда ведь? Ей просто не нравится. Она знает, что для того, чтобы избежать того, что мне не нравится, надо что делать? Плакать. Рожаловать. Вот она и этими занимается. Я не поеду. Поэтому ваша задача – не злиться на нее, отнестись к этому с пониманием. Рано или поздно это закончится. Танюш, ну выходи. Таня, ну что такое? Все, ты никуда. Здесь вы найдете более подробные инструкции в соблюдении этих правил, а я вас жду через неделю. Спасибо. Чувствую, будет интересно, ребята. Я считаю полезные правила. И для Тани, для меня тоже. Настрой вообще боевой. Вообще, я думаю, что все будет хорошо. Ну что, ребята, наступает новый день и вступает новое правило. Наша Таня, девочка, начинает идти на работу. У нее начнется рабочие будни. Давай, просыпайся, ну не вытрючивайся. Это же жесть. Давай быстро. Вставай, я тебе говорю. Мне на работу надо. Вставай. Давай, пошли. Умываться будем. Так мы на работу будем ходить, да, когда вырастешь? Мочи вот заново не с кровати сцелывать. Давай. Таня, на работу. Таня. Таня. Слышала меня? Давай, вставай. Только мы просыпаемся, Таня не с той ноги, все, крик, швырь, псих там, клики, все, начинается. Я тебя сейчас там закрою, будешь сидеть, потом всю свою оставшуюся жизнь, я тебе говорю. Вылазь давай, быстро. Давай, выкатывайся. Ленивая жопа, капец. Ай, нет. Вставай. Нет. Вставай, пошли умываться. Я говорю, вставай, идем умываться. У него только используется слово нет. Она ничего не хочет делать и ничего не интересует, она только неткает. Ну честно, ну это, наверное, самый ленивый ребенок, который вилл за все проекты. Попробуй только залезть шифонер, я тебя сейчас пришибу. Нет, я не пойду никуда. Капецкая лентяйка, ужас. Во-первых, меня рано разбудили, во-вторых, я еще даже не позавтракала, поэтому я езжала. Таня, вылазь из туалета, ты сейчас уезжаешь, иди собирать дилишнись. Я никуда не поеду. Поедешь. Нет, я не хочу ехать. Ну, если сначала мама пыталась по-хорошему, то у мамы снова терпец, ребята, урвался. И тут ей из-за чего. Да ты посмотри, я сейчас точно вышибу эту дверь молотком, честно. Открывай быстро, пока не вывела ее. Я говорю. Открывай быстро, я сейчас вырву. Я не хочу никуда ехать. Открывай. Я не поеду никуда. Я сейчас выломаю его молотком. Открывай, а то я сейчас выбью. Я не поеду никуда. Там вылазила. Нет. Да что ж это такое, Альфа, давай, давай. Отпусти. Антонина, коровяк, жертва диеты, блин. Я не хочу быть взрослой никогда в жизни. И работать я тоже не буду. Были бы другие правила, да, пьеса властилась бы. А на эти дурацкие лошадиные правила я не буду. Какая лентяйка, ребята. Я таких еще не видел. Это вообще работать никогда не буду. Это потом, знаете, когда наша семейка, когда Коля был с нашей мамой. Которая дома сидела, ни хрена не делала. А вот тот же формат, который будет только еще некать и ничего не делать. И ныть все время будет. О, вот это будет вообще самый класс. Капец какой. Что договариваться они не умеют. Но все-таки, как-то, все-таки нашу Таню девочку выперли на задание. Добрый день. Приятно. Ну что, начинаем? Ну-ка так, смотри, чтобы на себя не призван. Да. И заливай. Тебе нравится вообще трудиться? Не очень. Работать? Чего? Не знаю. Работа для лохов, да? Протворничками тоже обязательно. Клен за это деньги платит. И хочет результат. Чтобы результат был хороший, нужно потрудиться. Держи. Наша Таня не особо привыкла вообще прикладывать какие-то усилия, но здесь халтура не пройдет. Ты ее гладишь. Вот так вот. Видишь? Ага. Ну только старайся, я тебя прошу. Вот тут ты не была еще. Ну давай только аккуратно. И побыстрее. Потому что клиент ждет, нельзя так долго гладиться. Давай, только не лени. Не, царапай пластик. И быстрее. Не старайся подвесить меня это делать. И вот, видишь, пропустила. Давай, не лени, Сань. Потому что я это не делаю. А ты дома как? На отстань, пылесосишь? Как убралась, так убралась. Если вы такой умный, то давайте сами. Наша девочка начинает снова поднимать свои крики. Пока еще истерику не устроила. Пока еще думает устраивать или нет. Но уже, ребята, запускается. Надулась, ну. Ничего. У нас еще коврики. Ну, не гладь. И вот ей мужичок говорит, что надо нормально почистить. И все, ребята, Танюху начинает разрывать. Все, я домой поеду. Все. Что ты психуешь, Таня? Где моя обувь? Достава уже. Я не хотела мыть машину. Зачем нужно было заставлять? Мне не надо трудиться. Я не хочу ничего делать. А если вы не тащите, то я все равно прекрасно сама найду. Что-нибудь сама. Как подобраться домой? У Тани нету оборудований. Если Таня не исправит свои недостатки, то толку с ней вообще не будет. Если он такой умный, то пускай он сам свою машину не может. Таня, стоп. Что случилось? Я домой. Ты выслушай меня, Таня. Нет, я не выслушаю. Подожди. Ушла до агрессии. То есть, ну, это было, конечно, не очень хорошо. Думаю намного лучше. Я хочу домой. Все. То, что ты хочешь развернуться и уйти, это понятно. Ты подводишь сейчас его. Ты подводишь меня перед клиентом. И мы, получается, сейчас не он не получит деньги, не ты не получишь деньги. Но для нашей Тани все равно. Ни ответственность своя, ни за человека, который работал, ни деньги ей до задницы все. Меня это не волнует. Я ничего не хочу делать и мне на все насрать. Туда я больше не зайду. Все. Ужасно, ты ребенок воспитанный. Очень сильно запущен. Лучше бы я на это, если честно, работаю не ехал. Это день бесполезный, выдался вообще. Я маме ничего не скажу, я не хочу. Я лучше промолчу. Мама. Привет. Привет. Ну, что там? Ничего, автомойка. Автомойка? Что, серьезно? Машины мыло? Угу. Это что, правда? И как? Не понравилось. Не понравилось? Чего? Не знаю. Ну, почему? А что не так было? Машины мыли там всякое, всякое. А что всякое? А что ты думала, что будет? Потому что надоело. Знаешь, как руки быстро устают? Ну, так а как ты хотела? Это работа. Что значит надоело? Да, если бы ты действительно на работу вышла бы вот так. Пойдем, кушать будешь? Нет, не взяли, наверное. Да. Салатик приготовил. Пойдем. Все, что ее волнует, это жрать и спать. Она так маме не рассказала, как она все-таки работала, как она отказалась от задания и ушла оттуда. Но ребята теперь насчитают, что она хорошо поработала, и ей нужно отдохнуть. Мам, я хочу пойти погулять. Ну, мам. Кстати, что там, ты математика, говоришь, задавали у тебя? На пятницу. Ну, давайте сюда дневник. На пятницу, мам. Дай мне дневник. У нас завтра математики нету. Дай мне дневник. В чем дело? Тем более, я могу его в школе выучить. Природа. Красная книга. Давай посмотрим, что там задавали. Тем более, мне это только сегодня написали. Да, дай мне уже учебник. Стал кого-то, чтобы дароваться. Учебники нету этого. Дай мне сюда учебник. 49-й параграф. Садись и читай. Уроки для нашей девочки это очень тяжело. Хотя для нее вообще все тяжело. Что ей не дашь, она все время ноет. И ребята, хотя Карпачев и говорил, что нужно сидеть нормально, что наша девочка устраивает. Да, ребята, старая песня. Нытье. Ну, пожалуйста. Ты слышала меня? Это читать не надо. Надо. Ну, мам. Нет, все так. Ну, как это не сделаешь, ты никуда гулять не пойдешь. Дурдом. Ну, пожалуйста, мам. 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 Это капец. Мам, я не хочу. Придется. Ты специально это делаешь? Конечно. Ты как раз вам это делаешь? Конечно, 9 классов отучилась, теперь свободно. И тут наша малая начинает входить в кураж и начинает давить на самые таки трудные и болючие точки для нашей мамы. 9 классов. У меня и мама этим кулит постоянно. Хабалка рыночная меня называет. Читай вслух. Я смотрю, ты так не понимаешь. Мам, пожалуйста, отвези меня к бабушке. Не начинай, Тань. Сейчас будет еще хуже. Я тебе говорю, давай не выводи меня. Пожалуйста. Я тебе говорю, не начинай. Сиди, читай. Мама пытается держаться вообще до последнего, но малая не успокаивается, начинает говорить все в подряд. Я с тобой не хочу быть. Не собираюсь под себя подчиняться. Да ты ж вообще охренела или что? Не надо, мам. Этого ты хочешь? Это тебе нравится? Так ты хочешь? Вот так вот надо тебя воспитывать? Ты не понимаешь нормальный стоп человеческий? Она пыталась. Вот так вот надо, Тань. С утра и до вечера так надо делать. Малая просто села на руку. Книгу в руки читай. Быстро. Я сказала, книгу взяла. Не, ну скажите честно. Вот реально видно, что мама пыталась по-нормальному объяснить. Да, есть момент, что мама сама и упустила этого ребенка, и я этого не отрицаю. Это проблема мамы, это воспитание. Но ребенок уже более-менее соображает уже, да, то есть уже не маленький, да, которому нужно что-то объяснять. 11 лет. То есть она объясняла, просила, просила. Малая уперлась, все, я ничего не буду делать. Ну, мама и сорвала, вот получила результат. Так тебе нравится, так хорошо, так можно читать, да? Ты хочешь постоянно меня бояться? Я сказал, открывай книгу. Открывай книгу, или я сейчас на тебе ревизжок буду лупить тебя, я тебе говорю. Стоять над тобой, пока ты не прочтешь. Открывай. Сиди, читай. И у тебя есть полчаса, тебе этого времени головой хватит. Я с тобой не хочу быть. Ты посмотри, говно малое. Я не буду. Открывай книгу, сиди, читай, я тебе сказала. Не буду я. Я сказала. Открывай книгу. Ну что? Открывай книгу. Сиди, читай. Давай. Нет, Мариш, Таня наказана, гулять сегодня не будет. Наверное, впервые мама все-таки не повелась на манипуляцию своей дочери и заставила ее учить уроки. Ну, по-другому тут никак, реально, то есть дочка просто манипулирует. Вы прекрасно все видите, то есть я не знаю реально сам даже. Как по-другому здесь вообще обходиться? Потому что она все игнорирует. Она ничего не делает. Это просто запущенный ребенок. Она тут выла-выла, ныла-ныла. Грызлись, мы с ней дрались. Ну, в итоге сдалась. Хотя, честно, мама не чувствует себя победительницей, потому что снова пришлось протягивать руки. А мама понимает, что это неправильно. Живем без ссор, когда она гуляет. Когда ее все устраивает, когда все хорошо. Когда ее ничего не заставляешь делать. Когда мы не ссоримся, тогда все отлично. Как она меня задрала, я не могу, блин. Мне так хочется действительно, куда-нибудь от нее подальше, блин, на неделечку. Чтоб соскучиться, что ли. Ну что, ребята, наступает следующее утро, и мечта мамы осуществится. Потому что вступают в силу новые правила, по которым они разъедутся в разные стороны. Я тебя прошу, Таня, трезвонник, а по каждому пустяку там, хорошо? От кого от тебя будет трезвонник? Да ты найдешь от кого-то. Делай такое, нехитрое. А если вообще будет мне в 7 часов, там будет чисто, там останусь. Да, если. Ты давай не начинай тут условия ставить. Это выполнение правил, а не твоя прихоть. И там под твоей ездили, никто подстраиваться не будет. Так что возьми себя в руки и давай. Что, если там не причинят никакого вреда, ну да. Да? Да. У нас все будет нормально. Да? Да. Мама довольна. Мама приехала на задание, где ей нужно будет учиться себя сдерживать на семинаре по йоге. Ой-ой-ой. Наталья, здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Типа сдерживаться. Садитесь в любое удобное положение с ровной спиной. Продолжаем выполнять маха-банху. Какие-то странные люди. Странная одежда, странные позы, в которых они находятся. Сходим ладошки вместе перед грудной клеткой. Друг на друга силой растираем их до ощущения жара. Тепло растекается по всему телу. Не растекается. Сознаем наше тело, как некую оболочку, как будто внутри тела нет ничего твердого, ни костей, ни мышц, ни внутренних органов. Инструктор показался мне каким-то странным. Как будто в какую-то секту фанатиков попало. В легком варианте правая стопа на левой, в полном варианте правая стопа на левом бедре. Выполняем ишвара пранитхана мудру, подгибаем указательные пальцы, укладываем на них большие и ничего не пережимая, просто опускаем эту мудру на переносицу. Взгляд направлен в область межбровья. Это какие-то чукнутые люди. Нормальный человек. Так не сложит и не скажет. Больные йоги. Вы эти ощущения наблюдаете за ними. Как будто со стороны, с позиции свидетеля. Не делаем резких движений, чтобы не терять концентрацию и внимание. На этом наша тренировка закончена. Ом на Монорайон. Ну, ребята, первая тренировка заканчивается, и мама чувствует, что это все вообще зря и какая-то хрень. И это вообще никак не поможет. Мне хочется сейчас сесть в маршрутку и ехать отсюда. Не замерзли? Замерзла. Завтра приносите на шавасану какие-то пледики, полежим. Еще будет завтра? Вообще никакого настроя. Мне это не нравится. Я не хочу здесь находиться вообще. Но так как выхода у меня другого нет, мне придется этим заниматься. На вечер все эти ребята, которые были с ней на йоге, собираются на ужин. Но наша мама показывает, что она не хочет находиться с всеми этими странными людьми вместе. Она их не понимает. Но, ребята, голод все-таки побеждает, и она понимает, что на полный желудок им противостоять будет легче, чем на голодный. Как полоса, это как более правильное, что ли? Или как более глубокое? В личной практике я вас не делаю, честно говоря. Но я так много всего веду, что я их много делаю, получается. Когда преподаю. В личной практике я делаю панаямы, мантры, медитации и все. Мама, наверное, чувствует себя просто не в своей тарелке, потому что атмосфера далеко разная у них. Стиль жизни тоже чуть-чуть разный. Ну, чуть-чуть намяка, сказано. Наташа, как ощущения? Ну, это выглядит как-то глупо, нелепо и смешно. Что же смешно? Видно было, что эмоции клокочут, она, конечно, их сдержит, но, тем не менее, они прорывались, она, ну, как бы, негатив. Почему тебя к йогам застали? Научиться контролировать свои эмоции. Бей, тяжело это дается? Да, в большинстве случаев. Тебе йога поможет? Во-первых, то, что мы делали, это, в общем, не вся йога. Мы зайти и еще попробуем разные-разные штуки. Не хватило. Почему тебя, ну, волнует, как это со стороны выглядит? Меня не волнует, как это выглядит, я это так воспринимаю. Как это выглядит мне абсолютно. Или этого. Я никогда даже не читала о йоге. Вот что-то такие там всякие хатка. Для меня это как-то вот... Ну, если ты хочешь научиться управлять своими эмоциями... Ну, есть же куча других способов. А других практически нет. Мы все же йогой занимаются. Ну, так и не все умеют контролировать свои эмоции. Не знаю, короче, ладно, все-то такая ерунда. Я тебе скажу, что после йоги... Вот такая эмоция, как гнев, раздражение, злость. Их просто нет. Ты будешь ходить такая. Всем привет. Отлично. Все хорошо. Да, я спалила свою машину, и я очень счастлива. Да, я йога. Тебе это уже не интересно. Тебе не раздражают окружающие люди, которые... Это просто берет и меняется внутри тебя. Ты кричал на ребенка, на маму кричал, дополнил ногами. А потом в какой-то момент ты понимаешь, что... А я уже давно этого не делала. Я считаю, что это более... Это должно быть отсюда у тебя идти. Ты должна прям вот хотеть этого. Должна вот понимать это, осознавать. А не то, что у меня это как принуждение какое-то. У меня такое ощущение, что меня заставляют. Как будто вот кто-то давит мне в затылок. Мне не хочется просто вот на противном. Все равно ты уже здесь. Все равно ты будешь здесь уже. Это время. Ладно, все поговорили. Ну, мне не нравится. Я не хочу заниматься йогой. Ну, пока все-таки наша мама обустраивается в новом месте и будет пытаться как-то уравновесить себя и быть стерженной, наша девочка тоже едет на свое выполнение задания. Идем на море. Я от радости горела. Я думаю, там лагерь, санаторий. Таня, здравствуй. Здравствуйте. Меня зовут Юля. Я тренер. Ты приехала в спортивный лагерь. Идем я покажу, где ты будешь. А как это Таня называется? Жемчужина. Ну, я думаю, что все-таки девочке здесь не придется скучать, потому что спортивный лагерь – это не сидеть на месте. Она будет заниматься очень интересными вещами. Я сюда приехала, я была сейчас на шоке. Пять минут тебе даю на то, что ты переоделась, и мы выходим на тренировку. Я жду тебя внизу. Не опаздывай. Я в шоке. Не двигаться я не буду. О, значит, на дне я не буду. Ничего я не хочу. Вот кофе, да, я сейчас хочу, потому что я утром даже не завтракаю. А жрать хотим, да. Я ничего делать не хочу, но жрать хочу. Ну, это нормально, это в ее-то сфере. В общем-то, девочка вышла на тренировку, но ничего хорошего она не ожидает. Ну, так, мы сейчас проведем мини-эстафету. Это делая черта, видим? Да. Посмотрим, сколько пройдем на руках. Задание понятно. Проигравшая команда получит наказание. Три, четыре, поехали. Не проваливаем корпус. Быстрее, быстрее, быстрее меняемся. Наши девочки не особо счастливы от таких эстафет, но не хочут особо ныть, потому что стыдно перед детьми. Давай, поедем. Доходим, доходим. Таня, давай, тебя все ждут. Давай, давай, давай. Давай, они сейчас дойдут быстрее. Может, я ее тогда заведу? Надо, чтобы ты дошла, она потом пойдет. Давай. Таня, давай, доходи. А вдруг ты дошла, она потом пойдет. Ладно, вставай, давай, вставай. Тяжело терпим. Доходим, доходим, доходим. Ау, еще. Я спорт ненавижу. Колен на все верим. Еще быстрее, Лера. Таня, давай. Похоже на позадный минуток. Давай, вперед, идти, пролетай. Давай, понимаем. Блин. Понимаем, вот, стараемся под тебя поджать нос. Тише, выше. Колени клади. Люди клади. Ау, все, больно. Ну, хоть что-то делай, хоть заставили. Продула команда. Ну, ребята, ее команда проиграла, и я думаю, что она понимает, что проиграла именно из-за нее. И команда будет наказана вся. Проигравшая команда теперь награждается общественно полезным трудом выбирать шишки, чтобы мы не спотыкались о них. И в это время думаем, что нужно сделать для того, чтобы не проигрывать. Я думаю, что это ей дало понять, что нельзя подводить друг друга, и что нужно быть сильнее. Не дало. Доводить дело до конца. Хорошо, собираем. Я все пройду, проверю. Хорошо. Я не буду правила эти дурацкие выполнять. Я все равно буду лениться, как бы там ни было. Таня, давай собираем вместо нас. Ты была реально медленнее всех. Ну что? Не только я. Из-за тебя вообще мы это все делаем. Может, ты не будешь мне ничего говорить? Ты же не моя мама, правильно? Бабок. Не хочет ничего делать. Мы тоже забастовали и не хотели собирать, потому что... Зачем мы должны это делать? Собирай шишки. А ты не командуй. Почему? Потому, потому что ты мне никто, чтобы командовать. Кто ты вообще такая? Дура недоразвитая. Я ненавижу всех, ненавижу. А я вообще сбегу отсюда. Куда угодно. Надо же, чтобы ты здесь не будешь. Если мне не отойдут отсюда, да? Вот такой скандал я обещаю. Я могу скандал устроить. И что, это к чему-то хорошему приводит? Меня домой тогда отправят, потому что здесь не останусь. Пойдем. Я не пойду никуда. Таня, давай, успокаивайся, даю тебе две минуты на успокоение, и ты выходишь. Не пойду никуда. Да, ребят. Сейчас мы все вместе пойдем. Если ты не хочешь с нами идти, то придется, чтобы они помогли мне. Может быть, ей что-то не нравится, но мне кажется, что ребенок не должен так реагировать. Таня, ты всех сейчас подводишь. Там все тебя ждут. Стоят и ждут. Я не пойду никуда. Подожди, куда ты идешь? Все, ребята. Ты понимаешь, что здесь по-другому живут. Здесь не прокатит истерика. Рухай, пожалуйста. Пожалуйста. Нет! Отпустите! Таня, никакой ты будешь тебе зла не желать. Отпустите вы меня! Тебе не стыдно такое поведение? О, я хочу! Таня, нам не туда! Да, у меня вообще такие! Отпустите! Больной ребенок. Отпустите! Таня, что случилось, расскажи. Я хочу, чтобы мне прям с чем-то открыть, назад, откуда меня взяли. Давай мы сейчас в первую очередь успокоимся, это раз. Хорошо? Они домой! Ну так и домой пойдем. А кто-ка? Это же в тюрьму посадили, что ли? Нет? Да мне это тюрьма! Мне стало, честно говоря, очень жалко. Мне аж чуть-чуть задавил ком в горле, чуть слеза не пошла. А ты не думала, что ты сама себе создадешь все проблемы? Вот! Как мне эта тетка раздражает? Лень! Просто лень, невоспитанность. Я пол! И тут она увидела, что мужик ее как бы выслушивает и начинает ему все высказывать. А это даже не видит, что я ребенок. Она думает, что я какая-то взрослая тетка, которая может поиздеваться, отлупить. Хорошо и все. Я думаю, что в случае с Таней не нужно подливать жару в огонь и не нужно как-то ее чем-то грузить. Я думаю, что лучший способ это оставить его в покое и дать подумать. Это домик спасателей. Не знаю. Что это такое? Мне так кажется, что тебе нужно самой посидеть, подумать, а потом ты выйдешь и мы с тобой вместе поговорим. Хорошо? Поэтому давай ты сейчас чуть-чуть подумаешь, от всех отдохнешь и потом связемся. Эй, не закрывайте! Андрей Анатольевич понимает, что Таня требует дать возможность выпустить гнев и подумать на самоте. Что мужик, ребята, сделал? Он сказал, что нужно ей побыть одной, пусть там весь гнев выпустит в пустоту. И он ее закрыл, ребята. Посиди, подумай. Не надо психовать, пожалуйста. Выдержи, кого я не надеюсь! Таня, посиди полчаса. Никто тебя здесь держать не будет. Нет! Зачем меня туда отправили? Зачем? 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 Давайте домой! Домой качать! Ненавижу всех! Я всех ненавижу! Благодарю ее повеселось! Я, ребята, честно, разных детей видел, но каждый ребенок чем-то выделяется. Я думаю, вы можете сами написать в комментариях, ну, трендец какой-то. Обезбашенная малая, которая невоспитанная, лениво, ничего не делает и только ноет, плачет и психует. Все! Она ни одного правила не выполнила. Просто ни одного. Ну, пока наши девочки там психуют в домике. Вернем себя так к маме и к йогам. Намасты. Сегодня у нас будет немного непривычная практика. Мы будем практиковать с завязанными глазами. Сама эта практика дает очень новые, очень свежие впечатления. Мы больше и ярче слышим звуки, больше и ярче чувствуем запахи, вкусы, тактильные ощущения. Мы становимся более осознанными. Больше в моменте здесь и сейчас. Те, кто будут сейчас с открытыми глазами, ваша задача дать человеку, который с завязанными глазами, максимально много впечатлений. А с кем я в паре? О! Я хотела все ближе к природе, окунуть в эту природу, чтобы она почувствовала, чтобы она ощутила себя как-то вот, доверилась. Дерево. Что ты чувствуешь? Со сном. Послушай, звук природы, птички. Я здесь хочу, если честно, нафиг оно мне надо? Пошли. Я не думала ни о дереве, ни о природе, ни о птичках, ни о звуках. Меня бесило то, что со мной разговаривают, как слабоумные блянки. Но это уже издевательство, честно. Почувствую звук природы, полюбить это дерево. А почему бы и нет? Пушить сейчас важнее. Конечно. Чем ходить вот это с завязанными глазами, ерундой заниматься. Ну, мама, конечно, чувство юмора, согласитесь, есть, да? То есть она прямо, говорит, прямая, как просто, как столб. Знает, что сказать. Заставляйте мне в помоях ковыряться. Я это воспринимаю так. Приседай. Берешь рукой, чувство чувствуешь. И прямо перед собой, опа, да. И вот я здесь слева. С левой рукой. Не бойся, не бойся этого. О, голова. О, да. Осознание того, что, блин, меня заставляет это делать кто-то, а не я сама, вызывает во мне бурю всяких эмоций. Вот, а настолько неприятно, капец. Дети, ***. Что такое? Я не могу, мне воняет, я не ***, блядь, убирать. Потому что мне противно. Я чувствую, блин, я дотрагиваюсь до этого контейнера грязного, вонючего, блин, который непонятно, что кидали. И то, что, понятно, даже су говорить не хочется. Я чувствую запах гниющей плоти, где-то там кто-то разлагается рядом. На самом деле здесь ничего не воняет? На самом деле мне как раз таки и воняет. Ну, чуть-чуть, может быть. Фу, мне дохлятина и воняет. И хватит уже жалеть себя. Да, там за этим, за мусорником чувак мертвый валяется. Абсолютно верно, дохлятины. Я не жалею себя, мне просто кошмарит. В мусорнике. Что тебе кошмарит? Давай разберемся. Не хочу я, что, короче, поехали. Давай уже делаем его. Пошли. У нее есть моменты агрессивные, где вот я не буду, я не хочу, зачем оно мне надо. Где-то отчасти у нее проявляется это даже немножко вульгарно. Думаешь, в этой жизни так все просто у всех? Или кому-то легко? Надо же где-то усилия сделать над собой, где-то побороть себя в чем-то. А что ты постоянно вот это не хочу, не буду, как маленькая девочка? Я понимаю, что мне нужно перебороть себя, блин, как-то. А не так, что я только начинаю задумываться, мне начинают дерать. Иди делай то, иди делай это. Наташа, о чем ты думаешь? Наташа, а что ты чувствуешь? Тадите его в жопу все. Ай, не ной, вставай, пошли. Доносим сейчас мусор. Какой мусор ты что? Нет, сейчас он за домикой я снимаю. Чего ты эмоционировал? Да нахрен нам не надо, не хочу я уже никакой мусор носить. Мама даже и не понимает, что он сейчас показывает такой же характер, который она не любит своей дочери. Я буду. Будешь, Таня? Я собираюсь под себя подчиняться. Да ты что, вообще охренела или что? Что ты ноешь? Я не ною, меня бесит. Я не хочу больше собирать, вот эти помои ковыряться тут. Ну, отнесись к этому, когда... Отнеслась уже, хватит. Ты что сюда приехала? Да я сама не понимаю, что сюда, территорию убрать? Цель твоя какая? Я же тебе походу убрать территорию, блядь. Нет, не походу убрать территорию, а как-то поработать над собой, не хочу, не буду. Человек абсолютно меня не знает, не знает моей жизни, он пытается мне что-то рассказать, меня вот это вот злило. Ты как-то не серьезно к этому относишься? Тебе поспать, поесть. Пожалуйста, постарайся. Вот куда не посмотришь, получаешь полный позитив. Вот просто тебе все это нравится. Постараюсь, но я не обещаю, что я злочу, прям я все сделаю. А ты напрягись. Наташа на самом деле очень гибкая и способная, у меня есть огромный потенциал. Главное его направить в нужное русло. Итак, ребята, следующее задание это динамическая медитация. То есть она должна высвободить свои эмоции. Позволяйте всему происходить, позволяйте всему выходить. Давайте, давайте, показывайте все эмоции, не стесняйтесь. Вытащите все наружу, не оставляйте ничего на потом. Не, ну соглашусь, выглядели этот мягко говоря странный. Какие-то сектанты, ну реально, похоже. Ну, наверное, помогает, я не знаю. Там раструсится как-то. Все, что вы держали внутри, давайте сделать это. Последние эмоции, все, что есть, все, что осталось. Останьтесь пустыми. Она плакет, начало. Не захотелось, так сказать. Наверное, до того ощущения, которое я чувствовала, не захотелось матом грифа. Поднимаем руки вверх. Вдохом немного приподнимаемся. И с выдохом, легкий удар пятками. И с каждым выдохом. Я и такого еще не испытывала ни разу. Ну, ты когда много дышишь, у тебя попадает много кислорода в кровь. Сначала, когда была в окружении, а потом легче стало. Такое, как умиротворение. Помогало? Пронаблюдайте ваше состояние внутренней пустоты, внутреннего покоя. Не теряя этого состояния, не теряя этого опыта, вернитесь к осознаванию тела. Можете подниматься, садиться. Ну и после такой медитации мама немного задумалась. Расскажите, что было. Я вообще сейчас не поняла, что произошло. У меня просто здесь ком какой-то собрался, и я расплакалась. Не страх, не боль. Какая-то сначала злость была. Почему? По какой причине? Мне кажется, что она немножко слукавила. Это была не абстрактная злость, или не абстрактное раздражение, а вполне даже себе конкретное. Но ребята-инструктор захотел поговорить с мамой, для того, чтобы понять вообще, от чего это злость идет, почему у тебя такое состояние. Какая у тебя, в принципе, мотивация была? У меня есть дочь. У нас с ней разница 15 лет. Девочка сейчас подрастает к тому моменту, когда начинается переходный возраст. Я и до этого, если честно, ей не занималась особо. У тебя в этом, ну, как-то напрягает, что у тебя в этих отношениях нет, ну, авторитета, как у мамы должен быть она. Хочу, чтобы у нас была гармония, чтобы мы понимали с ней друг друга. Чтобы когда ей хорошо, плохо, больно или радостно, чтобы она шла ко мне, делилась со мной свои эмоции. А не так, как было это у меня, что я бегала по подругам. Я никогда в жизни с матерью не делилась своими бедами или радостями. А вы сейчас вместе живете отдельно? Она осталась в Краматорске. Я здесь в Киеве. Я не хочу жить так, как она. Не хочу быть такой, как она. Хотя такой, как она, быть может, чем-то и хочу. Она очень мягкая, она терпеливая. Очень мне этого не хватало всегда. Ну, в моем характере. Ты с ней сейчас общаешься? Угу. То есть ты вот уехала, и вы по 60 минут на ней? Мы созванивались периодически, а потом зацепились с ней. Она не звонит уже несколько минут. Как-то планируешь ней наваживать? Я не знаю, как. Она выпивоха. Я когда слышу ее нетрезвую, все. У меня моментально все меняется внутри. И те чувства, эмоции, которые у меня были несколько минут назад, до того, как я услышала ее голос, они полностью абсолютно противоположны. Она не такая вообще, не такая. Я знаю, какой она человечек. И не знаю, как ее вернуть, как ее вытрясти обратно. Она настолько забаррикадировалась в этом. В какой-то, блин. У нас осталась такая тоненькая-тоненькая ниточка с ней. И она с каждым месяцем тоньше и тоньше становится. Чем дольше я ее не слышу, тем еще тоньше. Мы с ней уже практически потеряли друг друга, как мать с дочерью. Ну, ты говоришь, ты чувствуешь, что ты теряешь связь эту с мамой. И одновременно ты, как-то, я так понимаю, особенно в последнее время очень активно хочешь эту связь с дочерью как-то усилить, наладить. Единственное, что я знаю точно, что я не хочу, чтобы у нас встание было так, как у меня с мамой. Я потеряю ее полностью. Это все. У меня не будет смысла просто жить дальше, бороться за что-то, добиваться чего-то. У меня такое ощущение, что я взрослею после... Ну, духовно причем взрослею после каждой практики, после каждого нашего занятия. Я начинаю думать о том, о чем раньше я боялась или не хотела думать. Начинаю расковыривать то, что мне всегда было неприятно, то, что я старалась спрятать. Ты чего-то отворачивалась. Да, то, что я в себе подавляла, глубже и глубже. Я чувствую себя хорошо, спокойно. У меня мир в душе. Какое дело? А можно сюда зайти? Угу. Ты все на улицу? Не пойду на улицу. Не хочешь? Я вообще ни о чем не думала. Я злилась на всех. Еще посидели, да? Пойдемте, что-то расскажу интересное. Из-за того, что ты сейчас как бы делаешь, тебе самой будет смешно. Я знаю, мне мама говорила. Ну вот. Я же тоже много раз нервничал. И ты много раз нервничал. А потом смотришь на себя со стороны. И так становится стыдно, что сам краснеешь. Боже, неужели это я? Зачем это нужно было делать? Если не будет этих девочек старших, то не будет проблем. Если бы они хотя бы со мной попытались бы поговорить, мне сказали, так, бегом. Ну, у них чуть-чуть тоже, может быть, сдали нервы. И говорили, когда Таня? А когда она уже приедет? Оказывается, Таня приехала, я прихожу, а там какая-то страшная нервная истерика. Да, в этом я виновата. В большом количестве я была неправа, они так готовились по встрече, так думали. Ну, думали, что я более-менее буду. Не знаю, что я так себя вести не буду. Я так себя повела. Для меня, думаю, что это проступок. Не то, что поступок, а проступок. Серьезно, если ты просто примешь решение и извинишься перед коллективом, все будет совершенно по-другому. Перед старшими девочками, вот перед ними, я правда была неправа и вела себя так грубо с ними. Я переживаю, что они меня не простят. А спорим, как только закончатся нервы, вот у тебя вот не будет нервов, и ты увидишь совершенно других девочек. Ты сделала вывод? Просто исправиться на нерве. Просто что? Исправиться, поменять свой характер и истерику. Неужели это полчаса ребенок посидел и тут прямо что-то обдумал? Она сказала, что она ни о чем не думала, когда она там сидела. И тут как-то странно начинает все опять происходить. Брать. Самое главное – брать истерику. Он мне объяснил, что вокруг меня все не должно происходить, как я хочу. И переступлю через себя и попытаюсь делать шаг на встречу всем. Но ребенок пытается все-таки загладить свою вину и собирает шишки, за которых она вначале истерила. Они получили такое наказание. Девочки, наверное, сейчас на меня сидят, дуются. Таня думает, что все-таки ее простить не смогут, но все же она идет на контакт. Таня, есть что сказать нам, наверное, всему коллективу, да? Да. Я хочу попросить прощения у всех. Я правда была неправа. Таня, это же искренне? Да. Хорошо. И попрошу, пожалуйста, девочек сюда подойти, которые сегодня со мной собрали шишки. Я хотела просто доказать, что пусть они дружили, как-то меня поняли. Молодец. 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 Вот это вот я что поняла, что нужно больше прислушиваться к взрослым и вести себя хорошо, не так уж сильно, нервы никому не мотать. Ну вот хочется, ребята, реально верить, что все-таки она вынесла какой-то урок. До конца, конечно, я понять не могу, потому что я там не присутствовал, но хочется просто в это верить. 12-й отряд, выдвигаемся дружно, на пропешку, быстрым шагом. Итак, ребята, детей отправили бежать кросс в полтора километра. Сможет ли Таня все-таки это пробежать? Она добежала почти всю дорогу, но, наконец, у нее, к сожалению, не хватило сил. Но бежала. Где ты? Уже все ребята финишировали, но Тани нету. Бежит, она бежит, дочек. Она не давалась, она умничка. Она смогла себя преодолеть, она дошла. Дошла, слышали, да? То есть это она, наверное, по казуху была в конце, что она чуть-чуть пробежала, но снова нашла. Ну ладно, окей, простим ребенку. Молодец, перестраивайся сейчас в руку. Четыре. Раз. Три. Руки, подыши, не останавливайся. Они говорили, что я молодец, что я старалась. И сейчас я даже не ожидала, что у меня это все получится. И у девчинки непогано выходить. Говорят, что я ленивая, спорт это не мое. А теперь спорт это по моей счастью. Ого. Алло, как? Окей, ребята, переходим к маме. У мамы тоже есть изменения. Она занимается с йогами. И вот наступает утро. Сегодня Наталя прокидается с солнцем заради нового досвяда. Теперь Наталя займается йогой из-за доволения, усведомлюючи усю глибину и користь практик. И теперь йога ей нравится. Да, они действительно все по-другому видят. И так и мне нравятся их взгляды, их мировоззрение. Я сама начинаю потихоньку... Уже нравится? Ну, вот так вот смотреть даже их глазами. Хотя вначале не нравилось. Все это йога. Я хотел бы с тобой вместе как-то подсуммировать, что у тебя произошло вообще. Я как-то рассудительнее, что ли, стала. Я начала расковыривать эти темы, которые для меня очень были болезненные. Я научилась наблюдать. Я научилась наблюдать свой гнев, свой страх. Но, ребята, наконец, с йогами Натале нужно пройти еще одно испытание. Если ты попадаешь в ситуацию в жизни, в которой тебе дискомфортно, но ты особо не можешь ее избежать, то в ней надо научиться расслабляться и научиться в ней быть. Попробуй их. Они настоящие гвозди, они настоящие мостры. Будет больно первое время. Чем быстрее ты сможешь расслабиться, тем быстрее тебе станет приятно. Это очень будет больно. Раньше бы она просто начала бы истерику, глядя на эти гвозди. Но теперь в ней что-то поменялось. Готово? Ну да. С каждой новой для нее практикой она все проще, проще реагирует на какие-то новые вещи, которые она раньше бы, возможно, она бы их не сделала. Очень больно. Я же чувствовала, как у меня трещала кожа. Было очень больно. Направь внимание лучше на дыхание. Чувствую, как с каждым выдохом расслабляешься, как будто раскидываешься по этой доске. Вот-вот подкатываю, и я себя ловлю на мысли, что оп, вот она эмоция. В том раз и прохожу мимо. Наташа, как ты? Все лучше. Допускают, да? Ты просто на чем-то неудобном твердом лежишь. Неплохо. Неплохо. Как дела? Нормально. Не больно уже вообще? Не то, что прям вообще все есть, такие легкие какие-то покалывания. Я сейчас буду поднимать. Может быть, чуть больно. Перенесла свои мысли в другое направление. А спина, кто в дырочках? Ты получаешь, значит, переключать внимание, думать о чем-то другом, уводить внимание от этого дискомфорта. Да, от боли, от центра боли. И тебе это помогло? Да. Но ты можешь это применять в жизни своей. Я себя ловлю на том, что я тебя наблюдаю, я там чувствую вот это. Я никогда в жизни не думала, что мне понравится. Это действительно такая наука тонкая. И я хочу дальше этим заниматься. Йоги абсолютно, да, это какая-то другая раса людей, что ли. Хочу сказать спасибо большущее за все, чему научил меня, за терпение, за опыт, который передал мне. Ты достойно все прошла. Ты молодец. Спасибо, я старалась. Она в целом стала более расслабленная, более общительная, больше начала улыбаться, смеяться. Когда я приехала, я увидела кучку чокнутых фанатиков. А уезжаю я сюда одной из этой кучки. Вот, ребята, сначала мама думала, что все-таки приехала к дурачкам, а потом она поняла, что она одна уже из таких. Ну, радует, что что-то поняла, ребята. Переходим к ребенку, который тоже влился в коллектив. Теперь она с радостью тренируется разом с усима. Ей нравится тренироваться. Таню изменила командная работа, подход тренера. Но она все сделала, она молодец. Испытания у нашей девочки тоже заканчиваются. У нее появились какие-то новые мысли на будущее. И она готова двигаться дальше. Просила камешек и загадала, чтобы я большим количеством справилась. Чтобы мы больше никогда не ссорились. И чтобы мы жили друг с мамой. Хочу сказать спасибо за поддержку. За то, что вы меня научили многому. За то, что я начала понимать и дружить. За то, что вы приняли меня в коллектив. И я хочу вам пожелать всего наилучшего. И добиваться своих успехов в жизни. Спасибо. Пока. Пока. Ну что, ребята, в общем-то неплохо, неделя подошла к концу. Вроде бы есть изменения. И сейчас переходим к студии, где будем общаться с ведущим проекта. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Йога мне понравилась очень. Понимаете ли вы, зачем это правило вам было необходимо? Вырабатывать мое терпение во мне. Учиться контролировать свои эмоции. Ну и как? Получается. Не могу сказать, что прям вот все получилось, все хорошо. Но местами я работаю над этим. Вы сможете проверить на практике свои вновь приобретенные навыки. С дочерью увидеться готовы. Давайте позовем Татьяну. Привет. Друзья. Друзья. До тебя. Спасибо. Ля, какая красота. Здрасте. Как для тебя неделя прошла? Поначалу в лагерь мне не очень. Даже девочки, когда капризничала, синяки пооставляли. Как синяки пооставляли? Ну, я, короче, там начала капризничать, и они меня начали тренировать за руки. Я подводила наш коллектив. Слушай, а вот как ты думаешь, когда вы в розни, вы очень друг за другом скучаете, правда ведь? Да. А вот когда вместе скандалите, почему так? Наверное, это все были из-за меня проблемы. Почему из-за тебя? Из-за меня, потому что я их сотворяла. Так а ты что, теперь перестанешь сотворять? Я теперь не буду так себя вести. Она начинает до меня оборачиваться, там, вячеслав, и мама. Это интересные выводы. К новым правилам готова? Да. Правило первое. Зеркало души. Это правило для вас, Наталья. Мама не всегда будет с вами, к сожалению. Вам все-таки нужно наладить с ней отношения. Терпение, уважение, любовь к своей маме помогут вам изменить то, что сейчас между вами. То есть нужно маме поговорить со своей мамой, с которой отношения очень плохие. То есть это и связано потом с ее дочерью. То есть когда наша мама наладит отношения с другой своей мамой, то есть бабушкой нашей маленькой девочки, то будет все окей. О, как замудрил, да? Правило второе. Школа воспитания. Наталья, вас ждет серьезное испытание. Я думаю, было бы здорово, если бы вы научились быть примером для детей. Да. Полагаю, что этот опыт вы сможете принести и в свой дом. Запомнить эти ощущения и перенести их в нашу семью. Да? Да. Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. Спасибо. Я жду вас через неделю. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Неделя обещала быть сложной. Мне очень хочется все-таки вернуть ту ее, ту, которая она была, моей мамочкой, а не Еленой Валентиновной. Ну что, ребята, наступает третья неделя, и задание сейчас нужно маме наладить отношения со своей мамой, которые очень плохие, и в этом поможет ей психолог. Здравствуй. Здравствуйте. Как твое дело? Ну хорошо. Мама. Тетя. Я как будто перенеслась вот в свою семью. Тетя, бабушка, мама. И вот эти лица улыбающиеся, счастливые. Это вот из моего детства. Но наша мама не догадывается, что ее мать приехала с Краматорск для того, чтобы смотреть со стороны, как они будут общаться. Знаешь, сколько я за тобой смотрю, наблюдаю, ты с одной стороны очень мудрая, достаточно взрослая, а с другой стороны ты абсолютный ребенок. И к этой же категории детства относятся твои обиды, твоя закрытость, то, как ты реагируешь на страх. В тебе вулкан потенциала. Вулкан. Но при этом всем это детство не дает тебе продвинуться. Именно поэтому я тебя сюда позвала. Мне очень хочется разобраться с Наташей ребенком. Эти фотографии здесь не просто так. Это зеркало твоей души. Ты когда смотришь на эти фотографии, сразу видишь свои глаза. И они отображают твое внутреннее состояние. Ну я любимая была в семье до определенного момента. До какого? Я оборвала своего дедушку. Сколько тебе лет было? 11-12, что-то такое было. Делала уборку, нашла деньги, вытянула 20 гривен, еще 20 гривен, еще 20 гривен. Там такая хорошая сумма, что-то около 1000 гривен получилась за 3 месяца, за лето. То есть ты потихонечку таскала, да? Да. А что тебе было за это? Был скандал. И от меня отвернулась вся семья, кроме мамы. Я до последнего не могла поверить, что она могла взять деньги. Естественно, я не призналась. На меня накричали. Я там собиралась бежать из дома, собирать вещи. Потом, когда вернулась, баба с мамой уже поговорилась. Ну, в общем, там разговор был очень короткий. Дед сказал, пока ты не веришь день, не забудь, что у тебя есть родители. И все, они уехали. Мы много лет не общались после того. Мы переехали в общежитие. Никогда это не поднималось, не проговаривало. Все знали, что это сделала я, но никто мне об этом не говорил. Ну, я не признавалась тоже. Боже мой, это же такой груст на душе. Как ты вообще вот с этим жила? Очень тяжело это было. Я ездила туда во дворе, сидела в окна загляд. А он выходил, а дело вечно меня не знает. Бабушке запрещал даже поворачиваться в мою сторону. Я не переживаю, что такое не общаться с родной семьей. С матерью, с отцом, с сестрой. С мамой тоже сначала было, у нее действительно была глубочайшая депрессия. А потом как-то это переросло, это все, видите, в такие периодические запои. Но это если начинается, то это несколько дней, и там такое состояние, что она абсолютно не контролирует себя, она ничего не видит, не соображает. А сейчас, может, не легче? Наивный ребенок. Но временами она все-таки задумывается и понимает, что она все-таки любит маму, и очень часто ее все-таки обижала. Она моя мама, я ее люблю, я хочу, чтобы она по-другому жила. Мне очень обидно за нее. Она очень хороший, умный человек у меня, она очень добрая, мягкая. Я ей тоже очень много боли принесла. Я тоже такая не лучшая дочь была в жизни. Та же моя беременность. Я не оправдала ее доверие. С мамой потом мы это не обсуждали. Почему? Я же говорю, мы потеряли друг друга и уже давно. На все мои секреты знала. Я ее. Но до 13 лет. А дальше так, как отрезала. Ты говоришь, не все, не все ты простила? Нет, наверное, сейчас нет. У меня сейчас больше наоборот как-то вот совесть, что ли, научат за то, что я ее бросала. Вот так мы поссорились, развернулись, разошлись. Столько лет мне надо было как-то самой начать, что ли. С этого примирения. Может быть, у нее по-другому было бы все. Вот ты ее вывезла, привезла к себе. Вы живете вместе. Не будете ли вы ссориться, заниматься обвинениями? Ну, для этого нам нужно сначала выяснить все наши обиды, выговорить друг другу. Вот у нее будет отпуск, я надеюсь, что у нас таки приедет ко мне, и мы начнем с этим работать. Наташенька, она все это время тебя видела. Да. Ну, где она? Ну, так пусть придет. Я пошла за ней. Я обрадовалась очень, когда узнала, что мама наблюдала за мной все это время, слышала. Она услышала все, что меня беспокоило. Маленькая, маленькая. Есть трогательный момент, ребят. Ну, как ты зайдет? Хорошо. Я рада, что ты приехала очень. Ну, теперь все-таки она может сказать маме то, что волнует ее больше всего. Думала о том, чтобы уехать оттуда, из Кранаторска. Там ничего нет, ты же сама видишь. Ты ничего не потеряешь абсолютно. Даже не представляешь, сколько я тут пережила всего этого. Тут невозможно не задуматься над тем, как мы жили. Я не скажу, что я кардинально прям сильно изменилась, но я очень многие вещи пересмотрела. Я тут очень много поняла, очень много пережила. Я знаю, что я тоже не самая лучшая дочь, сколько было пакостей с моей стороны. Мам, я правда очень многое пересмотрела. Понимать очень многое начали. Да? Я тебя очень люблю, ты мне очень нужна, мам. Прости меня, пожалуйста. Ой, маленькая ты. А дальше у меня уже подвергнули, старый донок. Я справилась, я не плачу. Я думаю, все-все наладится, все будет хорошо. Не плачу. Очень хочется верить в то, что Наташа в самом деле задумывается над тем, что у нас происходило в семье, над нашими отношениями. И очень хочется верить в то, что в самом деле у нас все наладится. Все абсолютно. И у них с Танюшкой, и у меня с ней. Переходим к последнему правилу. Для того, чтобы мама могла наладить отношения со своей дочерью, ее отправляют в детский лагерь быть вожатой. Полетели. Их там целая куча, и они маленькие такие. Прополняем, пополняем. Сторож, посмотрите. Боже мой, сколько их там. Сейчас мы хлопаем все, потому что мы приветствуем. Вливается наш коллектив новый вожатый, капитан отряда. Торжественно вручает наш фирменный атрибут вожатства. Это футболку. Аплодисменты, ребята. Спасибо. Ну что, ребята, нашу маму взяли вожатые. Нужно срочно вливаться в коллектив. Всегда построить, пересчитать. Для себя же. Чтобы понимать, сколько их есть. Сколько? 44 их там? Да, да, 44. Поэтому всегда такой контроль. Ну, не давить, естественно, не давить. Что там стоять, как собака. Потому что такого не надо быть. Что, ребята, все договариваемся. Я с вами вот так, вы со мной вот так, мы друг друга любим. При этом мы друг другу доверяем и не подводим друг друга. Вы не падаете, нос не разбиваете. Я не плачу. Все в порядке. Ну и при этом дисциплина, контроль, контроль, дисциплина. Это первые ключевые слова, которые должны быть у вас в первую очередь. Ну, паси Господь, какой педагог ты что? Не мое. Педагогу должно быть призвание. Какая-нибудь тетя истеричка, блин, ты не педагог. Это что попало? Ну, наша мама, мягко говоря, немного в шоке от работы, но ей дают первое задание. Так, ребятки, Наталья Сергеевна будет с вами сейчас репетировать танец. Но, ребята, дети решили все-таки разбежаться. И мама забывает, как нужно себя вести и немножко вспоминает предыдущего. Ну, разрешал расходиться. Четвертый отряд, собрались все. Ребята, в чем дело? Быстренько встали в строй. Встановись, Усё. Встаньте, пожалуйста, все встроим. Ну, это не смешно, я тебе говорю. Это жесть какая-то. Ребята, нам надо любыми путями выучить этот танец. Вы классные или кто, я не понимаю. Ведете себя вы точно как не классные. Мне не нужно. Так, ребята, пожалуйста, соберитесь немножко. Девочки, мальчики, встаньте в строй. Поднимись, пожалуйста, встань в строй. Мне кажется, что все-таки детям сказали, чтобы они немного себя вели по-другому, не слушались, для того, чтобы посмотреть, как мама будет в этом всем реагировать. Можно не так кричать, как собака, а тихо, спокойно. А вообще лучше не кричать. Мальчики, встаньте, пожалуйста, в строй. О, ну это все. Она не могла понять, что ей нужно говорить, когда ей нужно говорить, и вообще не чувствовала себя комфортно. Дети не любят, когда на них орать. Так я не ору. Видно, что ты живешь. Ну, конечно, у меня не получается, потому что меня кинули, блин, тупо на сорока детей. Понятное дело, что это тяжело, но нужно себя держать в руках. Нет другого выхода. Если орать на них, они съедят просто вот так вот, возьмут и сотрут в порошок. И поговорив с другим вожатым, наша мама поняла, что нужно все-таки как-то учиться держать себя в руках и вспомнила, как это делать. Йоги. Опанувавши себя, женщина пробует забрать детей еще раз. Ребят, все отдохнули. Попытка номер два. Давайте продолжим, собираемся. Мальчики и девочки, зайчики и белочки, давайте собираемся все в строй. Девочки, соберитесь, пожалуйста. Кто мне поможет? Мне очень нужна ваша помощь, всех причем. Спасибо. Я не знаю, как это все с вами сделать. Ребят, пожалуйста, помогите мне, потому что я не справляюсь. Ну, наша мама все-таки нашла подход не кричать, а попросить о помощи, чтобы дети помогали, и они согласились. Посмотрю, весь танец. Все, встали все. И раз, два, три, четыре. Раз, рука. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Развернулись. А дальше у нас, как оно, колбаса называется сегодня? Я прям вот почувствовала себя героем, что ли. Мое достижение первое, маленькое такое. Ребята, не растягиваемся, давайте плотнее немножко. Поварята мы закусим, а вожатый мы запьем. Ложки в вилки поломаем и столовую взорвем. Ну что, ребята, маме с каждым разом становится все легче и легче работать с детьми, но мыслями она со своей дочерью. Я себя сколько ловила на мысли о том, сейчас бы с Танюхой в лото поиграть или в монополию. Мне само этого хочется. Я столько всего потеряла, упустила. Ну, ребята, пришла дочь. Здрасте. Я твой вожатый. Как тебя зовут? Таня. Таня, проходи, пожалуйста. Ребята, четвертый отряд. Внимание, я хочу вас познакомить с новым членом нашего отряда Татьяной. Похлопаем. Я была в шоке. Я думала, как моя мама здесь в мире работает. Ты моя вожатая? Да, да, да. И на вы. Наталья Сергеевна, и на вы. Наталья Сергеевна, да, и на вы, поняла. Никогда я не видела столько вот заинтересованности, когда она слушает меня. Это круто, конечно, вообще такое ощущение. Ну что, ребята, дочь влилась в коллектив, и на вечер у них какая-то развлекательная программа. Я думаю, что у меня голос хороший, тогда я поняла, что... Таланты. Мне надо стесняться чего-то лучше пойти и сделать. Ага. Будет песню петь, ребята. Ногой. Путковечер талантов. Где такая же есть земля, чтобы деревья так родились? Где такая же есть земля, чтобы любили, так и стоял? Таня вперше спевает им из-за сцены. И почувается не надто впевненно. Ну давай, ты сбиваешься. Это у меня голос гадский. У тебя-то у тебя кажется, он тебе не гадский, у тебя классный, тебе кажется просто в микрофоне так оно. Так всегда, ребята, скажу вам сразу. Многие замечали, когда начинаешь там слушать свою запись с диктофона, а запись своего голоса в микрофоне всегда кажется какой-то другой голос, как будто не твой такой паршивый. Но это нормально, это просто дело привычки. Голос такой же. Наталя намагается хоть как-то ее подбадерить. Давай я с тобой спою, а потом ты сама. Я текст не помню, если что мне шепчет, хорошо? Пытается поддержать дочь. Она не видит, что не так звучит. Объясняю, как это все работает. Люди всегда слышат вас одинаково. Когда вы говорите и слышите сами себя, то у вас сосредотачиваются два звука. Первый это внешний, который выходит отсюда, а также есть внутренний голос, который происходит вот здесь, и вы слышите еще внутренний, с наложенным, с внешним, и вам кажется, потому что есть разница. А люди слышат только вот этот вот, который выходит со рта, а у вас еще есть такой внутренний, который там тоже обрабатывается и поступает в мозг. И эта накладка дает вам такой разрыв шаблона. О, психи. Ты не слушай свой голос, ты просто пой, слушай музыку и пой, поняла? Вот если просто набросать, у тебя никогда ничего не выйдет, потому что даже не узнала, как оно может получиться у тебя, или не может. Оно даже и голос умедляет, я в ритм не вхожу. Оно не умедляет. Умедляет, это журналистский микрофон, не умедляет, ритм, я в голос не вхожу. Ты просто далеко его держишь, далеко его держишь, ближе его. Ты не из-за этого, даже этот микрофон-то пой. Нормальный там микрофон, я же не вон. Те, ребят, короче, я не уверен, что семейка изменилась. Возможно, что они на камеру пытались, но вот там простой эффект, что... Нормально все будет. Тебе нормально. И тебе будет нормально. Это будет привычно. Мне непривычно. Конечно, раньше, возможно, мать бы кричала. Надеюсь, что мама все-таки что-то научилась и научилась как-то поддерживать ребенка в таких ситуациях. Ну что, ребята, наступает вечер, и сейчас у нас будет вечер талантов, и наша семейка готовится к выступлению. Танюха волнуется, боится, но идет. Раньше, конечно, наш ребенок никогда особо не доводил дело до конца. Часто убегал, все бросал. Надеюсь, что в этот раз такого не произойдет. Наталья розумеет стан донькой и поддерживает ее за всех сил. Сможем все абсолютно. Мама поддерживает ребенка. Хочешь один куплет и один я спою. Мама, 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 ты лежал в них, ты лежал в них, ты лежал в них, а для души, а кашкинью все... Что такое? Что ближче момент таниного выступу, то больше вона нервует. На сцену, которая вы учащите под номером 9, Саня Таратухина, встречайте! Ого, ребята, вот это залет. Ты в своем уме? Это всего лишь сцена, микрофон и музыка, все, и все. Я не пойду, не надо меня заставлять. Я же не говорю, вот давай, я тебя спину толкаю, иди. Я с тобой буду. Давай мы досмотрим концерт и в самом финале ты выступишь. Вот сейчас, когда вот эти ребята. Я не смогу выступить. Ты сможешь, я с тобой буду. Я тебя буду вот так вот стоять и держать за руку. Скажи, Танюш, я с тобой, вот она я. И у нас все получится, потому что мы вместе. У меня не получится. У нас с тобой вместе все получится. Если мы вот так вот не вместе, мы раздемся, разбегаемся, нифига не получается. Ты видишь, что ничего не клеится у нас. Ты знаешь, как я боялась прыгнуть из самолета? Ты знаешь, как мне больно было на гвоздях лежать, Таня? Ты даже не представляешь, как мне было страшно. Таня, не плачь. Не плачь, блин. Пожалуйста, не плачь. Пойдем вдвоем, пожалуйста. Я возьму тебя за руку, и тебе не будет страшно. Я не смогу, мама. Сможешь? Я с тобой. Я с тобой буду, сможешь? Я не боюсь. Не боюсь, это эгоизм, мол, и Таня, я не боюсь. И тут, ребята, уже у мамы просто уже иссякли все силы. Она поняла, что что-то ничего не меняется, и вряд ли что-то изменится. Обидно, больно было. Я понимаю, блин, ради чего, сколько всего я прошла, блин, ради того, чтобы у нас хотя бы что-то... Не хотя бы что-то, а чтобы все наладилось, чтобы все показать и доказать, что вот видишь, я могу, я для тебя это делаю, для нас с тобой. А тут какая-то песня всего лишь вообще. Лентяйка, да, ребята, самый ленивый человек за все проекты у нас. Я потом подумаю, она ради меня все делает, а я ради нее ничего. Но все же, ребята, не знаю, что у нее произошло, то есть она реально подумала, не знаю. Либо и сказали, давай там закончим как-то проект. Понятия не имею, но она хоть в чем-то соглашается. Слава тебе, господи. Здравствуйте все. Извините за то, что я опоздала. Я хочу сказать маме, извини меня, пожалуйста, за все. Я была не права. Подойди, пожалуйста, как... Я тебя люблю. Ты у меня умничка. Ты что, ты сможешь, что ты? У меня такая молодец, ты самая лучшая в мире, Танюш. Так мне никогда в любви не признавались никто. Вроде бы и радостно, и плакать хочется. Такие вот смешанные ощущения, я такого раньше тоже не чувствовала. Ты молодец у меня. Я начну, а ты продолжишь. Давай. Спасибо большое, ребят. У нас взяли такие небольшие подыхаемые подарки. Поддержите, пожалуйста, мы очень волнуются. Это хорошая гулять, чтобы дерево так пловит. Это хорошая гулять, чтобы их када так и дурит. Нам-то имя успевляет. Все, девка поет. Эти все психи, слезы. Это занижена самооценка, это эгоизм и лень. Страшная штука. Все стали и все хлопали. Я так радовалась, если честно, то, что я хоть что-то сделала. Я теперь уверена, не то, что знаю, я это вижу, уверена, что она готова ради меня делать шаги. Спасибо. Молодцы! Молодцы! Все. Молодец. Спасибо, девчонки. Он большущий, я вообще. Спасибо, вы так, если вы все поете. Спасибо. Видишь, а ты боялась, ничего страшного не произошло. Ты молодец, девчонка. Все очень хорошо. Спасибо, спасибо. Хорошо? Мы супер. Хорошо всем. Пойдемте. Поддержка очень важная вещь. Я буду себя по-другому вести. Намного добрее поменяюсь. Постараюсь хоть что-то вытянуть себе, чтобы изменить наше отношение с мамой. Я буду очень стараться, очень-при-очень-при-очень. Ну что, ребята, подводим все-таки итоги нашей семейки и что же мы смогли добиться. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Дмитрий. Как ваши дела? Хорошо. Скажите, на ваш взгляд, удалось вам что-то изменить в себе, в отношениях с ребенком? Да. Что? Да все, наши отношения. Мы умеем проводить время, не просто проводить его вместе, а весело, здорово. Это ведь так классно. Я даже не думала, что у меня когда-то это получится. Я стала внимательнее к ней. Внимательнее? Слышать ее стала, наконец-то. Стали слышать, наверное, понимать. Огромный результат есть. Не казались ли вам в начале этого проекта задания, которые я вам предлагаю, глупыми, нелепыми? Были такие, да. Бестолковыми, да? Ну а сейчас, что вы обо всем этом думаете? А когда это все заканчивалось, это такой всплеск эмоций. Во-первых, я побеждала очень многие свои какие-то страхи, фобии, какие-то там внутри меня замки, которые сама себе придумала. Я понимаю, насколько они правильно были составлены. Я даже думала о том, что если бы хотя бы одно из них поменять местами, все вообще не так все было. Вообще не так все. Вы изменились колоссально. Давайте я вам покажу, что стало возможным благодаря вашим усилиям. Как теперь будет выглядеть ваша дочь в 40? Ой, волнуюсь. Давайте. Да? Давайте. Ну ничего себе сделали. Это моя девочка. Я очень верю, что у вас получится не только сохранить то, что вы приобрели в рамках этого проекта, но и приумножить. Получится. Не жалеете о том, что обратились к нам? Не капельки. Ой, я не могу поверить вообще. Я за вас искренне рад. Я желаю вам хороших отношений, уверенности в себе. И показали собственной дочери на личном примере, что все возможно. Спасибо. Я обязательно так и сделаю. Всего вам доброго. До свидания. Мы с мамой начали понимать друг друга. Я понимаю, насколько было тяжело за мной смотреть, насколько я была противная в то время. А теперь вот как-то хоп, все изменилось. Всегда нужно начинать с себя. Сначала ты меняйся, потом ты не заметишь, как все вокруг тебя начнут меняться. Ну, изначально вот наши отношения с Таней, да? Они очень сильно изменились. Мое отношение к моей маме, к жизни, вообще к людям, к окружающей среде, ко всему. Я как будто проснулась, знаешь, после такого какого-то сна глубокого, в котором мне какие-то кошмары мучались сплошные. Ну что, ребята, вот мы узнали наш хэппи-энд. Хочется верить, что все-таки результат у них удержится. Они будут развиваться, не ругаться, мириться, двигаться вперед. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Вы поставите жирнючие лайки, напишите комментарии. Мне очень будет приятно. Ребята, и до скорой встречи. Это был Андрей Ченд. Всем пока.